И они были членами той же гильдии. Хотя Ким Юрин была только нерегулярным членом, но все же, чтобы иметь такую надежную и способную поддержку, теперь это то, о чем она говорила. В этой строке автор написал идиому. Прямой перевод означает «тысяча солдат, десять тысяч лошадей». Я поменял ее по своему желанию. Поскольку Херин был глубоко впечатлен личными связями гильдии «Монстр» она была. Ты не можешь. Ее безжалостно отвергали. Что? Почему бы и нет? Я тоже высокопоставленный рыцарь. Ихерин. Ваша совместимость с этим монстром слишком низкая. Как вы защититесь от всех тех щупалец, которые стреляют десяти раз за одну секунду с вашим мечом? Ким Юрин. Я, я определенно могу защититься от них. Вместо этого. Ихерин. Успокойся. Мы поговорим об этом чуть позже. Пока что следующая часть этого брифинга будет выполнена мной. Ким Юрин. Ким Юрин холодно отрезала слова Ихерина и взял на себя дело. Неся документы, она встала перед трибуной и выпустила поддельный кашель. Было неизвестно, что она хотела сказать, но было видно, как она нервничала. Общее число участников рейдовой команды будет 10. Это первоначальная оценка. План, конечно, состоит в том, чтобы выбрать рыцарей с высоким уровнем, и в них приоритет отдается выбору кандидатов с рангом более бы с точки зрения общей способности, включая боевую квалификацию. В Южной Корее было не так много рыцарей, которые соответствовали строгим условиям, которые выдвинула Юрин. Это было связано с тем, что высокоуровневые рыцари с общими возможностями, оцененными в Б, были достаточно хороши, чтобы действительно рассмотреть возможность продвижения к рангу самого высокого уровня. Итак, те, кого выбрали для этого порабощающего рейда, это Сон Мин Ю из команды 2, Джу Хай Ён из команды 3. Ким Юрин зачитала имена 8 человек, а затем Ихерин, Ким Юрин, Уф. Ихерин была 9 и краткой в списке, однако Юрин не назвала последнего участника. Только так она была занята смачиванием своих быстросохнущих губ, пока они слегка двигались вверх и вниз, а кто последний? Ихерин удивилась вслух. Затем Ким Юрин глубоко вздохнула, а затем заговорила. Для последней позиции я хотела бы пригласить героя Орка. Она выплюнула эти слова. Через несколько секунд после того, как эти слова покинули ее рот, никто не заговорил. Сначала никто не мог понять, что она говорила, а потом подумали, что вместо этого она шутит на высоком уровне. Я считаю, что боевое мастерство героя Орка уже приближается к боевому таланту самого высокого уровня. И его совместимость также подходит, поэтому, если Орк участвует, это принесет нам большую пользу. Чтобы не забывать, Орки – существа, которые любят сражаться с сильными противниками. Определенно. Ким Юрин. Нет-нет-нет, подождите минуту. Вы действительно серьезно? Ихерин. К сожалению для слушателей, Ким Юрин была довольно серьезной, поэтому у Ихерина не было выбора, кроме как вмешаться. В последнее время я взяла на себя управление Орками-героями. Достаточно людей увидели, как я вошла в эту деревню. Кроме того, вся страна знает, что Орки-герои не являются угрозой, и в настоящее время люди хотят называть их корейскими Орками вместо. Нет, подождите, но это не проблема, Херин тяжело покачала головой, показывая, насколько она шокирована. Но это совершенно бессмысленно. Вы говорите нам напасть на монстра с Орками, которые также являются монстрами. Ихерин. Что в этом плохого? Слишком плохо, Ким Юрин была совершенно серьезна. Все собравшиеся здесь, в конференц-зале, смотрели на нее в полнейшем шоке. Кроме того, оружие, принадлежащее Оркам, особенное, поэтому. Однако Юрин не проявила ни малейшего беспокойства и продолжила брифинг. Нет, было бы гораздо правильнее назвать это презентацией, чтобы заставить этих людей принять идею Орка-героя. Глава 95. Ты, что? Это было днем. Как и в любой другой день, Сэджин в форме Орка-героя приветствовал Ким Юрина, только чтобы его встретили с довольно неожиданным предложением. Помощь, изменения в выражении лица Орка были, вероятно, были самыми честными, которые он проявлял когда-либо. И это показало, насколько абсурдно ее предложение. Да, это очень мощный монстр. Если мистер Орк может сразиться с нами, тогда есть шанс, что число жертв может уменьшиться. Ким Юрин серьезно пыталась убедить одного монстра, помочь ей убить другого монстра. Орк тщательно изучил ее внешний вид, чувствуя, как онемел его рот. Но он не мог заметить ни единого признака того, что она вообще шутит. Кроме того, ты идеальный естественный враг этой птицы-монстра. С этой мощной ударной волной, которую ты создаешь. Ты хочешь, чтобы я сражался вместе с людьми? Даже человек Ким Сэджин считал это смешным. Конечно, если бы он решил пойти, он стал бы могущественным союзником. Но совместная охота Рид требовала идеальной совместной работы, так как жизнь каждого из участников была на кону. Но она хотела, чтобы монстр вмешался. Не только рыцари, но даже обычные гражданские лица вмешивались и говорили нет. Заблуждалась ли она, думая, что он человек, так как он мог говорить? Или она все еще слишком наивна? Орк посмотрел на нее, слегка критикуя. Я хорошо знаю тревоги мистера Орка, однако, забудь об этом. Если хочешь нести чушь, то уходи. Еще до того, как Ким Юрин смогла закончить, Орк холодно отрезал ее. Э, а, первоначально Орки любили сражаться, а Орк-герой помогал людям, еще до того, как он подружился с ней. Вот почему она приехала сюда, чтобы поговорить с ним, но теперь она была взволнована его холодным отказом. Я играю с тобой несколько раз, и теперь ты сошла с ума. Я сказал, уходи, сейчас. Она попыталась что-то сказать в ответ, но Орк только покачал головой, чтобы показать, что больше нечего сказать, и освободил свое место. Все, что она могла сделать, это глупо смотреть на его спину. Видя такое холодное и решительное отношение, она почти подумала, что видит голограмму, содержащую слова благоприятное впечатление от цели снизилось, поднимающуюся перед ее глазами, точно так же, как кто-то с определенной чертой описал ее ей. Внимание мира было обращено, естественно, к монстру уровня Босс, который появился в Южной Корее. Датой подчинения монстра рыцарями Ордена Ворона было 25 июля, а это означало, что до тех пор осталось еще некоторое время. Таким образом, многие телевизионные станции активно перемещались, готовились к этому массовому событию. Первое, что они сделали, это взяли интервью у 10 участников рейдерской команды, начиная с Ихирин, затем Сон Мин Ю, Джу Хайон, Ким Ю Рин, а также другие рыцари высокого уровня и самого высокого уровня, и даже, да, это правда, что наша гильдия решила поставлять зелья Сэ Джин. Даже включая Ким Сэ Джина, хотя его выражение ясно показало его замешательство в том, почему он был опрошен, поскольку он и общественные защитники, проводящие это интервью, имели хорошую историю, которая прошла долгий путь. Сэ Джин не сказал много и согласился сделать это, но мы слышали, что это больше, чем просто зелья. Разве вы не позволяете мисс Ихирин заимствовать что-то совершенно особенное, интервьюер? Ах это! Да, как просил об этом один из членов коллегии гильдии, я даю ей грифона, Сэ Джин. Три дня назад рыцарский орден Ворон попросил одолжить грифона для рейда на босса. Сначала Сэ Джину было любопытно, зачем он нужен, но, получив звонок от Ихирина, он понял их причину. Ей нравилось быть рядом и заботиться о грифонах так сильно, что всякий раз, когда у нее было свободное время в ее расписании, она продолжала кататься на грифонах до тех пор, пока не отняла титул всадник грифона у Джуджи Хека. Таким образом, она и грифон вместе определенно продемонстрировали большое тактическое преимущество в этом рейде. С другой стороны, грифон в этом случае не была Мавфином, а стала мужским отпрыском Мавфина. Примерно 6 месяцев назад Мавфин женился на грифоне, который был немного, другими словами, намного моложе ее и количество детенышей, которых она произвела, теперь было 13. Ну, муж в этом случае высыхал, как мумифицированная шелуха, благодаря ненасытному сексуальному аппетиту Мавфина, но как хотят. Ким Сэ Джин выбрал самца грифона из 13 малышей, который был самым близким к Ихирину для этого рейда босса. Это так удивительно. Кстати, в настоящее время между Вороном и Рассветом возникает странная атмосфера. Каковы ваши мысли относительно этого развития, интервьюер? Странная атмосфера? Сэ Джин? Да, сэр. Разве это не правда, что вы, мастер гильдии, довольно близки с Рассветом? Ну, есть подозрение, что вы переключили свою привязанность к Ворону, проявив большую поддержку в этой групповой охоте, так называемом рейде босса. Общественный защитник Оз помнил о влиянии гильдии, поэтому он тщательно выбрал слова. Честно говоря, Оз, задавая такие вопросы, был признаком того, насколько мощный монстр вырос. Теперь, как правило, это были бы общества, которые будут помнить о рыцарских орденах и башнях волшебников, но с монстром это было наоборот, оба ордена и башни пытались убедиться, что они на хорошей стороне гильдии. Что ж, это было бы здорово, если бы они объединили свои силы вместе, понимаете, мне нравятся оба ордена. Сэджин. Поскольку он уже знал об этом, Сэджин решил ответить как можно более смутно. В таком случае, можем ли мы закончить интервью? Понимаете, у меня есть предыдущие задания. Сэджин вырезал следующий вопрос о ТОС. Сегодня было 14 июля, дата очень важного обещания, которое ему нужно было выполнить. О, да, спасибо, что согласились на это интервью. Несмотря на многочисленные вопросы, которые они хотели задать, съемочная группа ИОС быстро собрались уйти и попросили пожать руку Сэджина. Их отношения сильно изменились по сравнению с предыдущим, что только сделало Сэджина более удовлетворенным, когда он пожимал руки. И вот это был день ожесточенной битвы рейдбосса. Одноразовые мероприятия, охватившие мировое внимание, достаточные, чтобы даже превысить более 30% в общей цифре просмотра. Десять рыцарей и четыре волшебника, нанятых для этого рейда, вошли в лимузин, получив слова поддержки и добрые пожелания от ожидающей толпы, и поспешно направились к гнездовью монстра-босса. Подойдя к входу в город Юнджу, они вышли из машины и проделали весь путь пешком, аккуратно пролезая через опустошенный городской пейзаж. «Вот оно!» И Херин крикнула вслух. Только после того, как они убили массы монстров и долго шли, они могли, наконец, найти вид черного петуха на большом расстоянии. «Эй, разве это не намного больше, чем мы думали?» «Безымянный рыцарь!» «Однако они почувствовали, что что-то не так, когда они смотрели на него. Монстр казался намного больше, по сравнению с тем, когда они обсуждали это на брифинге миссии. «Похоже, он вырос. А также, Херин, помните, что вы на поле битвы. Сон Мин Ю. Но я делаю все возможное. И Херин. Да, лучшее, что вы можете делать, сыграть с грифоном. Сон Мин Ю. Прекрати это, вы оба. Во-первых, волшебники. Подозревается, что максимальная дальность атаки монстра-босса и расстояние нападения довольно значительны. Ким Юрин. Ким Юрин быстро подчинила двух пререкающихся высокопоставленных рыцарей, Сон Мин Ю и Херин, и начала новой брифинг-миссии. Так что, пожалуйста, отойдите как можно дальше, спрячьтесь, а затем используйте свои магические заклинания. Ким Юрин. Волшебники кивнули. А для присутствующих рыцарей, мы будем сражаться именно так, как мы тренировались для этой битвы. Да, Мин. Все рыцари ответили с удовольствием, за исключением одной Ихерина, которая была поглощена шерстью ее грифона. Ихерин? О, да, да. Ты можешь сделать это, твоя цель, его глаза. Причиной сопровождения грифона, жертвуя частью вознаграждения, было нападение на слабое место птицы-монстра. Так как существо было таким же высоким, как два агра, сложенные вместе, в конце концов, было бы невероятно трудно поразить слабые места, расположенные на голове существа, с их аурами меча или магическими атаками. Но, конечно, оставь это мне. Ихерин энергично ответила и, как бы согласившись с ней, грифон рядом с ней мощно взмахнул крыльями один раз. Ну тогда, все, пожалуйста, выпейте зелья. Ким Юрин вытащила зелье смелость гоблина, в то время как другие сделали то же самое. Эта жидкостялого цвета заняла первое место среди продаваемых укрепляющих зелий для тела. Оно также рассматривалось как следующий лучший предмет, сделанный алхимиком гоблином после его знаменитых целебных зелий. Именно в таком требовании было трудно купить его, поскольку оно так редко распространялось на рынке. Не стесняйтесь, потому что это редкость, просто выпейте все это. Ну, все оставшиеся зелья будут конфискованы. Ким Юрин. После ее заявления один или два закончили тем, что выпили весь флакон зелий, все еще чувствуя большое сожаление в то же время. Очевидным исключением была, конечно, Ихерин, которая делилась своим зельем с грифоном. Поехали. Действие зелья было таким, как и обещали. Все рыцари, выпившие зелье, чувствовали, как их жизненная сила растет в геометрической прогрессии. Хорошо. Давайте двигаться. Я иду вперед. Ихерин. Ки-и-и-и-и-цк. Как они практиковали раньше, грифон взял Ихерина на спину и полетел в небо, громко крича. И когда фокус монстра птицы был привлечен к этому внезапному вторжению, рыцари на земле быстро направились к своей цели. Чувствуя, что что-то неладно, птица-монстр протянула свои щупальца из своего тела, но комбинация Ихерина и грифона легко избежала их, пока она владела своим острым мечом. Не было никакой реальной необходимости подходить слишком близко, так как в ее мече был атрибут-изгиб, который позволял ей свободно манипулировать атакующим расстоянием по своему усмотрению. SFX для клинка, прорезающего воздух. Свет меча от атаки Ихерина нарисовал голубую траекторию, когда она пробилась к глазам монстра. И вскоре после этого болезненный рев отражался по всей земле. Е-е-е-е-хо-о-о-о-о-о-о. До конца, прежде чем праздновать. Хотя команда рейда успешно лишила монстра своего зрения менее чем за одну минуту в битве, ситуация после этого неуклонно становилась все хуже и хуже для них. Проблема заключалась в массивном размере монстра. Они уже знали, что количество щупалец будет высоким из-за его огромного тела, но все же они не были подготовлены, насколько это было бы невероятно высоко. Нет, это была не просто проблема большого количества щупалец. В информации четко указано, что в то время для рейда японского босса требовались только три высших рыцарей. Однако в этой команде было четыре рыцаря высшего уровня, шесть рыцарей высокого уровня, а также четыре мастера с рейтингом Б, но... Киухк. К сожалению, в такой ситуации сомнения в истинности силы монстра были роскошью, которую ни один из рыцарей не мог себе позволить. Щупальца ворвались, как град, даже не давая им времени передохнуть. Было ошибкой полагать, что его глаза были слабым местом, так как птица-монстр точно перехватила рыцарей даже после того, как потеряла зрение. Как такое может быть? Ким Юрин. Общее количество отрубленных щупальцев уже превысило 10 тысяч. Однако, независимо от того, сколько они сократили, число, похоже, вообще не уменьшалось. Не было никакого открытия в щупальцах, льющихся вниз, как капли дождя с неба и, наоборот, не было никаких шансов для контратаки. Кроме того, эти проклятые вещи неуклонно ели свои окружающие тела рыцарей, заряд вперед невозможным. В щупальцах, льющихся с неба, как капли дождя, не было открытия и, наоборот, не было шанса на контратаку. Вдобавок ко всему, эти проклятые твари постоянно съедали монобарьеры, окружающие тела рыцарей, которые даже сделали опрометчивый шаг вперед невозможным. Никто не говорил, что это может съесть наши монобарьеры. Ким Юрин скрежетала зубами, и она срубила еще больше щупалец. Сначала она недооценила этого монстра, поскольку щупальца были частью существа, с активацией ее черты она считала, что не займет слишком много времени, чтобы сбить эту проклятую птицу. Но думать так явно было ошибкой. Эти щупальца не были частью птицы монстра, а были отдельным существом. Доказательством тому был тот факт, что огромный монстр все еще оставался стоять даже после того, как она надавила на цель обморок на некоторое время в своем мече, прежде чем напасть на него. Скорее всего, эти щупальца были либо паразитами, либо симбиотами, которые жили вне основного тела. Черт возьми! Ее грубый удар мечом нарисовал дугу в форме полумесяца и нарезал бесчисленные щупальца, но их заменили. Все отступаем! Ким Юрин закричала. Ее голос успел добраться до остальных через пробелы атакующих щупалец, но слишком плохо, никто из них не обладал какой-либо свободой, чтобы совершить бегство. В конце концов, им просто потребовалось все, чтобы защитить себя от всех этих щупалец. Таким образом, оказалось, что даже сама Юрин не могла сделать никаких последующих приказов в конце концов. SFX для крика петуха. Это было из-за того, что ее сознание вздрогнуло в течение короткого момента, как только громкая ворона разрушила окрестности. Хиутск. Схватив это отверстие, щупальца вонзились в ее тело. Но Юрин просто обернула кровоточащие плечом она и продолжала владеть своим мечом. Она не сдалась, но все же ситуацию легко было выяснить. Ход битвы был невыгодным, и они не могли даже безопасно отступить. Худшие из всех худших ситуаций. Поскольку отчаяние проникло в умы всех рыцарей, присутствующих здесь, и их поражение становится настолько уверенным. Оттуда-то раздался громкий и сильный рев. Знакомый рев он, несомненно, звучал как призыв к спасению ушей Ким Юрина. Хваеханг. Наряду с ревом массивная ударная волна прошла от северо-восточного направления и разбила все щупальца, непрерывно расширяясь к основному корпусу птицы-монстра. Хейетск. Это поразило существо. Птица-монстр издала короткий крик и втянула все свои щупальца, и это, в свою очередь, дало всем рыцарям здесь ценное время. Хаех. Рыцари быстро повернулись, чтобы посмотреть в сторону горы, откуда исходила ударная волна, пытаясь обуздать свое грубое дыхание. В тот момент никто не знал, что сказать. Ни один, ни два, а десятки и десятки орков были мчались сюда, поднимая облако пыли. Ах! И Юрин непреднамеренно издала вздох, увидев вид орка-героя среди стремительных орков, переполненных удивительно героической аурой. Это был такой классный вид. Глава 96 «Поток битвы» изменился в одно мгновение, как только группа орков вскочила в драку. Кваяханг. Ударная волна, распространяющаяся в воздухе, легко сдувала тысячи щупалец, покрывающих небо, как рассеивающий туман. И это затишье в постоянных атаках щупалец, естественно, давало рыцарям необходимую передышку. Теперь, когда их собственные темпы были восстановлены, они были в состоянии перейти в наступление. SFX для щупалец, мчащихся вперед. Однако количество щупалец, стреляющих из птицы-монстра, казалось, не знало конца. Тем не менее, нападение этих элитных орков тоже не было поводом для смеха. Всякий раз, когда они размахивали разрушительными жезлами, десятки сотен щупальцев превращались в пыль. Эти орки не полагались или не заботились о стиле или технике, просто сосредоточились только на зверской силе. Орк, который был самым героическим и великолепным, громко взревел вслух и сильно ударил по земле, прыгнув в воздух. Его сила в ногах позволила ему прыгнуть на несколько десятков метров с абсолютной легкостью, и он пошел прямо к петушиным монстрам. SFX для щупалец, которые что-то снимают. Инстинктивно ощущая приближающуюся опасность, щупальца, установленные на теле птицы-монстра, начали извергать яд в сторону орка, издавая странный шум. Но орку было наплевать, и он просто активировал чешуйки левиафана до абсолютного максимума. Хотя монстр уверенно стрелял ядом, он не влиял на чешую, кроме как смывания грязи и придания им блеска. Этого недостаточно. Но, если Сэджин не был в форме Ликантропа, казалось, что это был предел того, что могла сделать сила Нокорка. Он на самом деле нацелился на слабость существа, на его гребень, но он мог только дойти до края его подбородков на шее. Так как теперь он мало что мог, он использовал вместо этого навык жестокий удар по подбородку. Втхаяханг. Ясный и яркий рев раздался одновременно с атакой. Птица-монстр извивалась от боли после того, как его голосовая связка подверглась нападению, но она больше не могла кричать разрушительным пением. Теперь дело дошло до того, что план показался лучше, чем он думал сначала. SFX для нападения щупалец. Однако щупальца не страдали от той же боли, что и сама птица-монстр, поскольку для начала они были отдельными сущностями. Поскольку жизнь его хозяина была в опасности, все щупальца, казалось, теряли любые рассуждения и сосредоточивались исключительно на одной цели, мчась Корку, который напал на птицу-монстра. И это была самая большая ошибка, которую этот монстр мог сделать в своей жизни. Все. Торопясь, Ким Юрин выкрикнула одно слово, когда она бросилась к птице-монстру. Другие рыцари разделяли ту же мысль, что и она, и каждый из десять настоящих рыцарей прыгнул в сторону монстра. Но, честно говоря, не было необходимости для всех десяти из них. Было достаточно одной Ким Юрин. Она выжимала каждую унцию моне из ее тела и активировала черту диссидиратум, наделяя меч самой сильной целью, с которой она могла зарядить оружие, слабый, чтобы никогда не проснуться. В тот момент, когда меч Юрин ударил монстра, его тело начало медленно колебаться в сторону. Хиу-Юцк. Даже Юрин сама дрогнула и присела на корточке. Поскольку ей не хватало маны, ее черта оставалась активированной в течение максимум десяти секунд, но этой десяти было более чем достаточно. В конце концов, это не имело значения, если эти щупальца все еще наносят удары, потому что птица-монстр, лежащая на боку, неподвижна, не лучше, чем цыпленок, ожидающий, что его убьют в конце. На вершине этой массивной упавшей курицы группа орков и рыцарей спустилась. Итак, Ким Сэ Джин смог прочитать еще одно окно с хорошим чувством готовности. Фактическая причина, по которой он привел этих элитных орков в это место, была довольно простой. Он думал, что, судя по подсказкам, которые он видел до сих пор, он мог бы превратиться в вождя орков, если он привел бы других орков на групповую охоту. И его ожидания оправдались. Условие завершено. Групповая охота. 3-3 форма монстра Великий воин орков превратится в вождя орков. Вся статистика резко возрастет, а волосы на теле вырастут соответственно. Волосы. Какие волосы? Мои волосы представляют уровень навыка или что-то еще? Первоначально он был несколько разочарован этим. Но хорошо, когда он проверил свое окно состояние, его челюсть упала на пол. За исключением сродства Мана и магической силы, любая другая статистика видела взрывное увеличение более 100 очков каждое. Кроме того, количество времени, которое он мог подавить инстинктами Ликантропа, время, которое он мог потратить на человеческую форму Ким Сэ Джина, увеличилось до более 18-5 часов. Так что, да, в тот момент он не мог быть более счастливым, даже если бы попытался. Окончание битвы, наконец, пришло с вождем орков, срывающим петушиной гребень птицы монстра. Единственное, что заполнило это обширное открытое пространство, было мертвой тишиной. Десять рыцарей пытались контролировать свое тяжелое дыхание, все время глядя на группу орков. Как и ожидалось, первым среди них был Аким Юрин. Она осторожно подошла к вождю орков. Когда пустынный ветер дул по земле и щекотал лодыжки, Юрин осторожно собрала обе руки перед ее грудью, глядя на орка. Эта слабая улыбка на ее губах, казалось, представляла ее нынешнее состояние эмоций. Ты пришел, но ты сказал, что не придешь. Она застенчиво открыла рот. Орк слегка повернул голову, чтобы посмотреть на нее сверху вниз. Дело в том, что ее лицо было испачкано потом, а также с высушенной и неидентифицируемой черной кровью, что в значительной степени заставляло ее выглядеть не очень хорошо на данный момент. Кроме того, его чувствительный нос улавливал от нее какой-то ужасный запах, который напоминал ему о засорении канализационных коллекторов. Ах, я! Однако, совершенно не подозревая о ее нынешнем облике, она все больше и больше смущалась от острого взгляда орка и начала скручивать свое тело так или иначе. Орк издал пустой смешок и повернулся, чтобы уйти. Поскольку он стал вождем, он получил то, ради чего он сюда приехал. Не нужно терпеть запах канализации, если он может помочь. Подожди, мистер Орк. Ким Юрин собиралась преследовать холодного и равнодушного орка, но затем кто-то появился из ниоткуда и схватил ее за руку, остановив ее. На этот раз это была Ихерин. Лицо Юрина застыло, когда она дернула ее руку. Но Ихерин сыграла это смело, и вместо того, чтобы что-то сказать, она просто показала отражение лица Юрина на полированной поверхности меча. И лицо, которое смотрело в ответ, было действительно чем-то другим. Ах, челюсти Юрина стали слабыми после получения мощного умственного шока, видя этот жалкий вид. Даже ее сознание тоже хотело затуманить. Информационное эмбарго на рейдбосса было снято в тот момент, когда монстр потерпел поражение, и все участники вернулись относительно невредимыми. СМИ, которые наблюдали за битвой с большой дистанции, поспешно начали делать свое дело. Не взирая ни на что, новости о орках-героях, входящие в рейд, распространялись вокруг и начинали превращаться в нечто большее. Общественность не обратила особого внимания на неожиданно высокую силу птицы-монстра и, скорее, событие, когда орки помогали в рейде, украло все заголовки. Среди заостренного внимания Ким Юрин положительно оценила мнение рыцарей о том, что они могут совершить набег вместе с орками, но во время пресс-конференции после рейда она сама почему-то казалась несколько подавленной. Мне было поручено наблюдать за деревней героя орка, и во время моего пребывания там я подружилась с вождем орков. Когда мы планировали этот налет, я сразу же подумала о том, чтобы провести его с героем орком, но он в конечном итоге отказался от просьбы. Однако, в день рейда он пришел, чтобы оказать нам помощь. Благодаря пресс-конференции Юрина Орк смог получить неожиданную и взрывную реакцию со стороны женской половины населения. Они говорили о нем, как о плохом мальчике, в которого влюбляются женщины. С другой стороны, многие ученые стали невероятно взволнованы, заявив, что это событие войдет в летопись мировой истории как начало новой эры, и многие из них даже начали писать диссертации на эту тему. Однако человек, ответственный за весь этот хаос, Ким Сэ Джин, должен был отправиться в довольно странное место в первый день августа. Сколько? Безымянный рыцарь один. В провинции Канванда была башня, которая поднималась очень высоко в небо. Башня, которая была абсолютно подавляющей в своем присутствии среди леса небоскребов и в то же время совершенно отличная от них по понятию. Эта башня часто упоминалась как святая земля всех рыцарей, и к ней приписывалось имя и дым. Число, прошедшее окончательное предварительное устранение, это 205. Это довольно много. Безымянный рыцарь два. Это уже не уровень довольно, хотя, безымянный рыцарь один. Эдем ежегодно проводил оценочный тест, чтобы официально назначить рыцарей и присвоить им звание. И сегодня был выбран день, когда будут отобраны рыцари низкого уровня, те, которые будут отнесены к орденам по всей стране. Обычно участниками этого теста были курсанты Академии рыцарей, а также те, кто разбудил свои черты. Курсанты без черт по-прежнему допускались к участию, если они представляли свои оценки из Академии. Что касается тех, кто недавно пробудил свою черту, нужно было доказать, что он или она обладал полезной чертой для входа. Соотношение – безымянный рыцарь один. Почти все из них нет, за исключением одного. Все остальные – либо курсант, сдающий тест в первый раз, либо тот, кто его повторяет. Десять новичков-курсантов обладают чертами, сэр. Безымянный рыцарь два. Кого-нибудь интересного мы должны искать. Безымянный рыцарь один. Да, их трое. Безымянный рыцарь два. Подчиненный рыцарь передал диаграмму своему начальнику. Первый – это Юджин. Женщина, отличившаяся очень высоким мастерством владения Маной. Судя по тому, насколько хорошо она уже может контролировать свою ауру меча, я предполагаю, что в ближайшем будущем ее можно будет назвать новым Ким Юрин или даже Юсэ Джун. Безымянный рыцарь два. Это тенденция в наше время, что талантливые женщины-рыцари должны выглядеть супермоделью. Безымянный рыцарь один. Ха-ха. Ну, мы ничего не можем с этим поделать, сэр. Когда женщина владеет Маной, этот процесс сам по себе всегда сглаживает тон кожи и тонко трансформирует структуру лица в так называемую идеальную форму. Тонкая, горькая улыбка появилась на губах старшего офицера. Он был довольно разочарован этим идиотом, подчиненным ему за то, что все еще верил в эту суеверную ерунду. Следующий, безымянный рыцарь один. Его зовут Ким Мюнхан, сэр. Мужчина, обладающий уникальной чертой. Он был назван Асура, и это позволяет ему контролировать окружающую Ману как свою собственную. Безымянный рыцарь два. Ух! И, наконец, он единственный, кто не курсант, сэр. И он тоже бездомный. По-видимому, его черта пробудилась некоторое время назад, когда он собирался умереть от холода, и поэтому он подал заявку на место сегодня. Вышестоящий офицер глубоко нахмурился. Такое явление случалось время от времени, но всякий раз, когда он слышал об этом, это несколько раздражало его. Подумать только, эти никчемные бродяги пытались стать рыцарями, полагающимися только на их черты, а не на тяжелую работу. И как его зовут? Это Джин Сехан. Запомните это хорошо, и если он будет вести себя так, как будто он собирается сделать что-то смешное, вы швырните его. Джин Сехан. На самом деле это была фальшивая личность, которую использовал Ким Сэ Джин. Легко подделать фальшивую личность с помощью разведывательных сотрудников, которых он поддерживал до сих пор, но Сэ Джин был еще более водонепроницаем благодаря вмешательству Юбэксона. Самая большая проблема с его внешним видом также была решена с чем-то, что называется частичная зверификация. Очевидно, что он ничего не мог поделать со своей общей структурой лица, но его глаза, нос и линия подбородка были слегка изменены, чтобы больше походить на волка. И, протянув бороду и бородку до смешной степени, он, безусловно, выглядел как совершенно другой человек. Что касается его сильного аромата, он приобрел артефакт, который излучал очень неприятный запах, чтобы подавить его. И причина, по которой он должен был проникнуть на экзамен по оценке рыцаря Эдема, заходя так далеко, чтобы изменить свою внешность, был. Нужно было вернуться к дате 4 недели назад, 14 июля. В совершенно обычный летний день, когда Ким Сэ Джин провел встречу с Юбэксоном в офисе гильдии. Теперь, когда она отказалась от должности начальника СО, лицо Юбэксона выглядело несколько противоречивым, то грустила, то радовалась. И когда будет церемония инаугурации на вакантную должность министров, Сэ Джин. Откуда я знаю, это будет объявлено, когда оно будет готово, я думаю, Юбэксон. Ким Хан Сэл привлекался к уголовной ответственности за взяточничество, а также за сговор между другими. Даже тогда он все еще пытался связаться с Сэ Джином, отчаянно искал выход, но Сэ Джин оставался безжалостным. Если вы подниметесь на эту позицию, вы, наконец, сможете найти информацию, о которой мы говорили, да, Сэ Джин. Ну, дело в том, я уже проверила это, Юбэксон. После слов Юбэксона, глаза Сэ Джина стали более круглыми, но что, однако это не то, чего вы ожидали, совсем нет. Эта информация невозможна даже для меня, Юбэксон. Что вы имеете в виду? Его мгновенное ожидание быстро превратилось в холодное разочарование. Причина в том, что мне все еще не хватает квалификации. Итак, все, что я смогла узнать, где информация могла быть захоронена. Юбэксон. Юбэксон глубоко вздохнула. И где это может быть? Сэ Джин. Архивы секретных записей второго уровня, расположенные на верхних этажах башни Эдема. Кажется, что твой отец был рыцарем, который работал в Эдеме. Я уверена, что ты уже знаешь об этом. Эдем является всемирной организацией и поэтому такая же, как и любая другая независимая нация. Очевидно, что это отличается от страны к стране, но несмотря ни на что, если вы не являетесь членом администрации Эдема, невозможно извлечь какую-либо информацию оттуда. Ким Сэ Джин с грустным выражением держал голову, поскольку вещи, которые он делал до сих пор, стали пустой тратой времени, количество разочарования и пустоты, которые он чувствовал, даже представить не могли. То, что произошло после разочарования, было гневом. Помимо того факта, что его отец был, по-видимому, рыцарем, который работал на Эдем, какая правда вызвала необходимость рассматривать информацию о нем как совершенно секретную и скрывать ее вместе на верхних средних этажах башни. Итак, чтобы извлечь соответствующую информацию, нам нужно, чтобы кто-то стал рыцарем Эдема. Теоретически, да. Но кто может стать рыцарем, работающим на Эдем на этом этапе? Я имею в виду, это достаточно сложно, пытаться стать рыцарем, работая по обычным заказам, черт подери. Юбексон. Если кто-то хотел стать рыцарем Эдема, то он или она должны были забыть о своих стремлениях и добровольно войти в организацию. Это означает, что после прохождения теста, нужно было отказаться от возможности отправиться в другие ордена рыцарей и вместо этого войти в Эдем. Кроме того, учитывая тот факт, что вход был открыт не только местным кандидатам, но и всему остальному миру, входной барьер был на самом деле намного сложнее, чем просто быть рыцарем самого низкого уровня. Не забывайте, что в жизни есть только один шанс добровольно войти в Эдем. Итак, число успешных кандидатов, которые вошли в Эдем за последние три года из Южной Кореи, был только один. Это показало, насколько Эдем ценил будущий потенциал роста и возможности своих кандидатов. В тот момент Ким Сэджин уставился на Юбексона. Она тоже уставилась на него. Безмолвно между ними был обмен взглядами. Тем не менее, Ким Сэджин уже был охотником, а также он был слишком знаменит, так что для него не было возможности стать рыцарем, связанным с Эдемом, группой, которая подчеркивала преданность своих членов прежде всего. Ты сказал, что можешь делать любые артефакты, верно? Юбексон заговорила первой. Хотя редко артефакты, которые могли бы изменить внешний вид человека, все еще существовали. Да, несмотря на то, что он сказал так же, правда, Сэджин действительно не нуждался в артефакте. Я слышал, что рыцари Эдема могут свободно передвигаться по своему усмотрению. Сэджин. Да, это верно. Те люди в Эдеме получают комиссионные от других рыцарских орденов и национального правительства. Так что у них много свободного времени. Ким Сэджин начал злобно улыбаться. Разве это не идеальное условие для него? Но ты можешь сражаться, как действительно хорошо. Это одна из моих черт, так что да. Конечно, он еще не столкнулся с рыцарем, который использовал Моно на полную мощность во время спарринга. Но даже когда он просто сравнивал свое тело человека, он был на одном уровне с талантливым рыцарем среднего уровня. Это займет какое-то время, так что с тобой все в порядке? Юбексон. Почему это займет время? В конце концов, рыцарь ценит только способности. Пока он был осторожен в отношении подготовки потенциальных лагерей, он был бы в порядке. И вот как Ким Сэджин смог принять участие в оценочном тесте Эдема, как Джин Сэхан. Добро пожаловать. Всякий раз, когда была оценка, Эдем часто приглашал известных рыцарей служить временными инструкторами. И человек, приглашенный на этот раз, был кем-то довольно знакомым даже для Сэджина. Это был Джуджихек. Он делал все возможные, чтобы казаться командующим толпой. Вы будете участвовать в различных тестах один раз в день в течение одной недели. Вы можете остановиться в общежителе, расположенном на одином этаже башни Эдема, или, альтернативно, выбрать поездки из дома. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Услышав это, Сэджин внутренне вздохнул. Он даже не снимал эпизод Босс под прикрытием или что-то в этом роде, и все же вот он. А пока вы займите место и будете в режиме ожидания, продолжайте. Когда Сэджин испытывал эмоции стыда, он пропустил анон Сэджу Джихека и оказался в панике. Какого черта? Заявители, которые уже были знакомы друг с другом, начали формировать группы из одних и тех же классов, тех, кто повторял тест, или тех, кто пришел из того же района ИТД. Казалось бы, не было никакого открытия, чтобы проникнуть в такие жесткие клики, и вскоре все 204 заявителя начали посылать холодные взгляды презрения в направлении Сэджина, после того, как слухи о том, что он прошел первоначальную оценку без хлопот благодаря его великой черте, проникли повсюду. Итак, он стал белой вороной менее чем за 3 секунды. Он тот? Не знаю, какая у него черта, но это должно быть очень хорошо, а? Я слышал от мамы, что он бездельник, бездомный бомж. Посмотрите на его бородку, она такая паршивая. Подслушивая разговоры вокруг него через его чувствительный слух, Сэджин не мог не вздохнуть снова. Не важно, были ли они рыцарями или нет, факт остался фактом, что они все еще были кучкой детей. Но, Хэм, разве ты не думаешь, что он может выглядеть хорошо, если он избавится от этой бороды, и что? Дело в том, что он все еще тот, кто не прилагал никаких усилий, в отличие от нас, просто наживаясь на своем выигрыше в лотерею. Затем он поймал кого-то, восхваляющего его, как призрак, и его голова закружилась в направлении почти как рефлекс. Он увидел пару мальчиков и девочек, он мог бы также назвать их красивой парой или кем-то вроде того. Их было всего двое, и вокруг них никого не было. А? Разве он не смотрит сюда? Как ты думаешь, он может прийти? Мальчик говорил с заинтересованным голосом. Если он придет, скажите ему, чтобы он закричал. Но вместо этого девушка была довольно язвительной. Я не пойду туда, даже если ты попросишь меня. Хитро оценив их, Сэджин покачал головой и плюхнулся на то место, где стоял, прежде чем начать гладить длинную бороду, которая росла вдоль его подбородка. Было что-то довольно захватывающее в этом, как он играл с ним. Глава 97 Несмотря на то, что были бесчисленные курсанты, которые решили сдавать экзамен сразу после окончания академии, число сдавших его в первый раз, а затем ставших рыцарями, было довольно низким. Это объясняется тем, что большинство этих новых выпускников просто испытывали недостаток в способности по сравнению с так называемыми повторителями, которые иногда назывались тестируемые энное количество раз, они были исключены во время предварительных испытаний. Итак, после окончания соответствующих школ и академии, довольно много курсантов получили дальнейшее частное образование или сами обучались самостоятельно, постоянно подавая заявку на экзамен на период от 1 года до 4 лет. После этого подразумевалось, что заявитель не может пройти и должен сдаться. И те, кто смог достичь какой-то формы просветления или даже пробудить черту, хотя возможность этого была чрезвычайно низкой, сдавали экзамен с хорошей оценкой и входили в знаменитый орден рыцарей, такой как рассвет, ворон или горе т.д. Но если нет, тогда им придется отказаться от того, чтобы быть рыцарем или довольствоваться жизнью как низкоуровневый рыцарь среднего уровня в маленьком ордене, который базируется в некоторых сельских загородных городах. С учетом этой предыстории, группы, присутствующие здесь на экзаменационных площадках, были разделены соответственно возрасту участников. Как диктует политика, треть опрошенных были свежими курсантами прямо с церемонии окончания академии, но остальные были повторными тестируемыми, которые могли понять трудности и одиночество друг друга. Но для Ким Сэджина, который не вписывался ни в одну из категорий, все, что он мог сделать, только сидеть один и подслушивать разговоры других людей. Первоначально курсанты усердно ругали и издевались над Джин Сэханом Ким Сэджином как человек, который даже не ходил в академию, но полагался исключительно на свою черту, чтобы пройти предварительное тестирование, но достаточно скоро прекратили заботиться о нем и потерялись в своих разговорах. Всем смирно. Поскольку Сэхану Сэджину уже наскучило слушать этих детей, Джуджихек вовремя появился и объявил о начале экзамена. Все участники встали и обратили на него пристальное внимание. Следуйте в группах по 50, как указано ранее. Мы отправимся на три и краткий этаж для вашего первого теста. Выступая здесь, Джуджихек вел группы вперед, в то время как три инструктора, которые, казалось, появились из ниоткуда, начали тихо следить за ними. Оценка первого дня была измерением. Цель этого состояла в том, чтобы измерить текущие возможности тех, кто прошел предварительный тест и установить рейтинг участников, что станет важным шагом вперед. Это послужило бы основой для принятия решения о том, какой курсант должен пройти и кто будет дисквалифицирован. Хотя высокий талант не означал, что в реальных боевых ситуациях было бы здорово, все же отношение всех курсантов к этому измерению было очень серьезным, так как было определенно, что лучше начать где-то рядом с вершиной, а не с дном. Сегодняшний день будет отличаться от отборочных, когда измерялись ваши физические возможности, таланты Смана и так далее. Сегодня ваши боевые способности будут проверены. Джуджихек. Слушая Джуджихека, Сэджин впал в легкую дилемму. Поскольку он был в форме человека, он был намного слабее по сравнению с появлением Ликантропа, но, тем не менее, его грубая физическая сила легко соответствовала бы верхнему рыцарю среднего уровня. Именно этот огромный уровень власти стал причиной его дилеммы, хотя он пытался стать рыцарем Идыма. То, что Идым искал у кадетов, это не нынешний набор способностей, а потенциал для роста и таланта. Тем не менее, не был верхний средний уровень с самого начала слишком высок. Конечно, их критерии оценки способностей претендента были выше, чем у большинства других рыцарских орденов, но все же. И это монстр, с которым вы столкнетесь сегодня. Джуджихек. Пока он думал, экзамен начался. Волшебник на балконе третьего этажа, которому поручено оказывать помощь в процедуре экзамена, вызвал монстра. SFX для лая собаки. Монстр, который был на границе между нормальной сложной и слегка сложной в пределах низкого уровня, тяжелый гнолл был вызван на арену тестирования. Курсанты все напряглись, но вместо этого весь энтузиазм ушел от Сэджина. Смешок даже вырвался из его губ, после того, как он еще раз понял, что он был посреди детской площадки. Кто хотел бы пойти первым? Джуджихек отсканировал курсантов, улыбаясь. И была девушка, которая энергично реагировала на его призвание. Дайте мне это сделать. Волосы окрашены в ярко-оранжевый-коричневый цвет, острые как бритва глаза и нос, которые могли разрезать человека. Закаленное выражение, как будто не удовлетворенное чем-то, но она была девушкой, чья красота могла сделать эти черты очаровательным плюсом. Имя. Джуджихек. Кадет Юджин. Ахо. Джуджихек. Сэджин мог видеть, что эта девушка, должно быть, была довольно известной перспективой, судя по тому, как Джуджихек реагировал на нее. Хорошо. Тогда вперед. Джуджихек. Пока ее длинные волосы танцевали с каждым шагом, и Юджин с энтузиазмом шла к подготовленной стадии. Нет необходимости ждать сигнала. Просто начните, когда будете готовы. Джуджихек. Она стояла перед рычащим гнолом и внимательно осматривала окрестности и самого монстра. И, по прошествии трех минут, она, наконец, обнажила свой меч. Как ни странно, ее хорошо продуманное оружие было предметом, с которым Сэджин хорошо знаком. Разве это не один из тренировочных мечей, которые я сделал? Сэджин сделал меч для того, чтобы использовать его во время тренировки. Из десяти рыцарей, которых он попросил прийти и спарринговать с ним, восемь проявили большой интерес к оружию, поэтому он сказал им взять его домой. Был слух, что мечи продаются на вторичных рынках. Должно быть, это была правдивая история. Хиуп. Вскоре ее Джин издала короткий крик и бросилась к гнолу, хо, Сэджин. Ее фехтование было достаточно экстраординарным, даже Сэджин издал легкий вздох восклицания. Ее меч, казалось, нацелился на шею гнолула, но затем, внезапно повернулся и качнулся к груди монстра. Ее стиль владения мечом, где она иногда переключала хватку на оружие и направлялась на лодыжку гнолула, была, по меньшей мере, совершенно нетрадиционной. В самом деле, это было не так, как можно было предположить в учебниках, но, возможно, из-за этого ее стиль фехтования был намного более ценным, чем обычно. SFX странный смертельный вой. Небольшая капля пота стекала по подбородку и Ютзи не упала, и в то же время, гнолул с дыркой в груди, перестал дышать после того, как испустил странный крик. Хорошо, очень хорошо. Джуджи Хек хлопнул в ладоши и с восхищением произнес. Это было похвально. Ладно, с этого момента больше не будет добровольцев, и человек с именем, которого я вызываю, выйдет на арену. Джуджи Хек. Его восхищение продолжалось лишь ненадолго. Джуджи Хек возобновил свою службу в качестве надзирателя и начал выкрикивать разные имена. И после того, как около 20 человек измерили свои боевые способности. Далее, Джин Се Хан. Наконец, настала очередь Джин Се Хана Ким Се Джина. Возможно, это было связано с его уже привлекательным внешним видом. Все взгляды сосредоточились на нем, как только имя покинуло рот Джуджи Хека. В то время, как Джуджи Хек слегка подозрительно смотрел на него, Джин Се Хан Ким Се Джин подошел к арене. SFX для рычания гноула. Сразу же, тяжелый гноул проявил определенную реакцию. Все потому, что его приятный запах смешивался с этим неприятным запахом. SFX для громкого рычания гноула. Монстр топал по земле обеими ногами и показывал признаки того, что он мчался вперед. Тем временем Се Джин неторопливо размышлял о том, что делать дальше. Как он должен выиграть это, действовать так, как будто он сражался в отчаянной битве, а затем вытащить скрытый козырь. Или, как и Юджин перед ним, сокрушить существо с самого начала. SFX для сумасшедшего, безумного рычания гноула. В любом случае, он не мог долго оставаться в нерешительности. Бешеный гноул уже бросился вперед и собирался прибыть перед ним. С парой глубоко заинтересованных глаз, Юджин посмотрела на бездомного бомжа, который подошел к арене, Джин Се Хан. У него хорошее телосложение, хотя длинная борода, соединенная с его бакенбардами, выглядела довольно немодно, мышцы, которые можно было отследить из промежутков его тренировочного костюма, выглядели лучше, чем отлично. И Юджин не хотела признавать это, но, честно говоря, даже рыцари будут бороться, чтобы получить такое тело. Тело, которое не было достаточно тяжелым, чтобы ограничить свое движение, но и недостаточно легким, идеально сбалансированное, так называемое железное тело. Его черта связана с его телосложением? Если бы это не было чертой, было бы довольно сложно объяснить, как бездомный может обладать таким телом, плюс, видя, что он тоже с пустыми руками, это просто должна быть черта, работающая здесь. Вот так и Юджин поняла, но все же, будучи женщиной, ей было трудно отвести глаза от этой широкой и крепкой спины Джин Се Хана. Эй, что случилось с этим гноулом? Го Юн Чин. Когда она с интересом смотрела на разворачивающуюся ситуацию, не заботясь о характере этого человека, ее друг детства Го Юн Чин внезапно начал поднимать шум. Это заставило ее Джина отвлечь свое внимание. И она увидела, что гноул сердит, а рычит и угрожает, его глаза налиты кровью, что было совсем не похоже на то, что было раньше, как будто он также сильно не любил этого бомжа или что-то в этом роде. Это становится интересным, не так ли? Интересно, как он отреагирует. Го Юн Чин. По словам Го Юн Чина, И Юджин переключила свое внимание на Джин Се Хана. Он в панике. И Юджин. Она могла сказать, увидев, как его спина замерла. Смотри, ты можешь увидеть это. Он понятия не имеет, как реагировать, когда монстр бросается на него. И знаешь почему? Потому что черты не учат таким вещам. И Юджин. Она щелкнула языком и прокомментировала, что происходит на арене. Я уже говорила об этом. Полагаясь только на свои черты, ты в конечном итоге погубишь себя. Вот почему. И Юджин. Сф-Икс для громкого боевого искусства. Туакваханг. Почти одновременно с громким криком на арене раздался мощный взрыв. А потом, сцена, за пределами ее способности понимать, развернулась прямо перед ее глазами. Квагагаганг. Это был не что иное, как один удар, но тело Гнолла улетело, как самая пустая из всех пустых банок в истории человечества. Сф-Икс для пара, поднимающегося вверх. Вскоре Гнолл был глубоко уложен на стене напротив, оставив после себя только контуры, из пути, по которому он летел, медленно поднимался горячий пар. Один удар, один кулак вызвал эту абсолютно подавляющую сцену. Единственное, что заполнило пространство, было оглушительное молчание. Хм. Эта черта, хорошо. Похоже, это тоже хорошая черта. И Юджин. Даже Юджин была ошеломлена тем, что произошло, но быстро пришла в себя, почувствовав на себе взгляд Го Юнчина. Она кивнула головой, как будто все было в ее ожиданиях. Я думал, ты читаешь нам лекцию о панике и что-то еще. Го Юнчин. А чем ты? Это правда, что он паниковал. Просто это его способность достаточно сильна, чтобы преодолеть ее. Вот и все. И Юджин. Жаль, что капля холодного пота, стекающая по ее лбу, была несравнимо честнее ее слов. И теперь, после окончания измерения боевого мастерства, настало время перерыва на обед, чтобы заполнить пустые животы и дождаться следующей части экзамена. Как и ожидалось, Джин Се Хан ел один, сидя далеко от других курсантов. Но в отличие от предыдущих, он не был опечален этим. Когда он думал об этом, у него не было причин чувствовать себя подавленным, потому что другие избегали его. А еще лучше, никакие мелкие неприятности не беспокоили бы его так. Определенно невыдуманное оправдание. Ни разу. Мистер Джин Се Хан? Внезапно он услышал гладкий и красивый голос, доносящийся из его спины. Немного застегнутый врасплох, он обернулся, чтобы посмотреть, и обнаружил, что мальчик и девочка смотрят на него. Они были теми, кого он запомнил, как красивую пару, и их звали Ию Джин и Го Юн Чин. Ничего, если мы сядем здесь, Ию Джин. Поскольку это не было преступлением, Джин Се Хан Ким Се Джин слегка кивнул головой. Кстати, ваша черта кажется действительно замечательная. Как удивительно, Ию Джин. Как только она села, Ию Джин начала с ним разговаривать. То, как она говорила, было открытым и освежающим, как будто она была мужчиной среди мужчин или чем-то еще. Знаешь, нехорошо спрашивать о черте другого человека. Го Юн Чин. И Го Юн Чин остановил ее с дружелюбным, нежным голосом, когда он сел рядом с ней. Это было похоже на то, что роль мальчика и девочки несколько изменилась. Я это уже знаю. Но, как я говорю, если бы он дал нам хоть малейший намек, то остальные курсанты были бы благодарны. Ию Джин. Временно остановив слова, Ию Джин засунула четверть риса в рот поверх подноса с едой. Какой она была по-настоящему мужественной. Глоток. Так, как насчет этого? Конечно, скоро будут назначены команды, поэтому, если вы сообщите мне, мы поможем вам. Ию Джин. Джин Се Хан Ким Се Джин молча изучал уверенную, девушку, прежде чем медленно открыл рот. Что вы хотите узнать? О, как освежающе, как твоя борода. Дело в том, что на самом деле ничего. Этот удар, который сдул гнул раньше, это одноразовая вещь или вы можете использовать ее без остановки? Ию Джин. Поняв, что Ию Джин хочет, чтобы это была одноразовая атака. Это был первый раз. Сэ Джин. Сэ Джин ответил так. Так как это не имело значения, даже если он ответил иначе. О, какое облегчение. Нет, это не то, что я имела в виду. Ию Джин. Им-ым-ым. Так вот, где вы все были? Внезапно к столу подошел еще один человек. На этот раз это был красивый и изящный молодой человек. Его черные волосы слегка танцевали в воздухе. А что тебе нужно здесь? Ию Джин. Как будто их отношения не были хорошими, Ию Джин резко выстрелила в этого парня. Мы все здесь курсанты, верно? Итак, мы можем вместе пообедать. Тем не менее, человек, чье имя был Ким Мен Хан, легко улыбнулся и сел на пустое место. Ну тогда, вы мистер Джин Сэ Хан? Да, меня зовут Ким Мен Хан. Я видел вашу черту. Вау, это было совсем другое. Даже я был очень удивлен. Он говорил несколько вежливым тоном. Хотя в его словах были следы ревности и настороженности, для Сэ Джина это было довольно мило, как этот мальчик вел себя. Это так, Сэ Джин? В самом деле. И вот почему, если это не слишком сложно, является ли этот удар одноразовым или нет. Ким Мен Хан. Даже этот парень спрашивал о том же, что и Ю Джин. Получив половинчатый ответ, Сэ Джин издал длинный вздох. Он еще раз понял, что эти дети еще не были настоящими рыцарями. Они все еще были кучкой маленьких птенцов. Они даже не смогли бы открыть рот, если бы они встретили настоящего меня в обществе. Сэ Джин. Он обнаружил, что это довольно сложно привыкнуть к разговору с этими маленькими птенцами, после того, как он держал компанию с такими крупными шишками, как Ким Ю Рин, Джо Джи Хек, Ким Ю Сон и Херин Ю Сэ Джун и Тэ Дэ. Но, наблюдая за тем, как они сражаются за свои уровни, это тоже восхитительно. Сэ Джин. Эй, зачем мне пялиться на твою уродливую рожу, пока я ем? И Ю Джин. Но это не проблема, нет, Ким Мен Хан. И Ю Джин испытывала неудобства, глядя на Ким Мен Хана. А он весело реагировал на ее враждебные взгляды. Ты не должна драться во время еды, ты же знаешь, Го Юн Чин. И Го Юн Чин, который был занят, пытался остановить этих двух. Было интересно наблюдать на этими тремя. Как они когда-то сказали, среди всех боев, в конце концов, самым забавным было наблюдать за приемом пищи. Глава 98 Я думала, ты тоже поселишься в общежитии. Ну, как угодно, увидимся завтра. И Ю Джин. Давайте все вместе пройдем это. Го Юн Чин. Экзамены на сегодня закончились, небо потемнело прежде, чем они поняли это, 8 часов вечера. И Ю Джин и Го Юн Чин высказали свое мнение и направились к общежитию, расположенному в башне и дыма. Джин Сехан небрежно махнул рукой и попрощался, прежде чем отправиться в пустынную заднюю Аллию, далеко от Эдема. Там он снова вернулся к Ким Сэ Джину и отправился домой. Когда он приехал, он обнаружил, что Ю Сэ Джун ждет его, как обычно. Однако, говоря, что она ждала его дома, было немного некорректно сейчас. Две зубные щетки в ванной, огромная кровать, которая могла бы вмещать больше двух человек, расположена в главной спальне, рядом с туалетным столиком. Несколько высоких каблуков, внутри обувного шкафа и два шкафа в комнате для переодевания. Его дом, который был слишком велик для одного человека, чтобы жить в нем, был заполнен сейчас. Итак, на данный момент, было бы более точно сказать, что они сейчас живут вместе, или, может быть, это было похоже на то, что это был дом для новобрачных. Ты пришел? Надев пару милых тапочек кролика, Ю Сэ Джун подошла к входу, чтобы встретить его дома. Он снял пальто и передал его, и, как опытная домохозяйка, она кинула его в корзину для стирки. Ха-ха! Ким Сэ Джун издал длинный вздох, когда он лежал на диване в гостиной. Затем она незаметно подошла к нему и начала стрелять в него фальшивым обиженным взглядом сбоку. Работа, которую ты делаешь, должна держать тебя в напряжении. Я имею в виду, что ты уехал в 8 часов утра, а вернулся только что. Да, типа того. Ким Сэ Джун горько улыбнулся. Это ощущение, что его тело онемело и устало, он не чувствовал этого в течение длительного времени. Ну, его физическое состояние было вполне нормальным, но его разум был полностью измотан. В конце концов, это был не расслабляющий отпуск, быть среди 200 или около того людей, которые обсуждают его и сплетничают за его спиной. Я чувствую себя очень сонным. Пока зевал, он проверил время. Было 9 вечера. Примерно через 3 часа он должен был принять формы монстров и бродить вокруг, поэтому у него не было много времени. Хоум. Ю Сэ Джун внимательно наблюдала за ним со смысленным взглядом, прежде чем прыгнуть в его объятия. Не сдавайся, аппа. Когда тебе понадобится помощь рассвета, просто скажи мне, я смогу что-то сделать, если это будет зависеть от члена парламента. конечно, мой дедушка что-то сделает, но если я его попрошу, он не сможет отказать мне. В объятиях Сэ Джина она начала нервничать и показала много и гео. Она выглядела восхитительно, ведя себя так, даже такой уставший, как он, Сэ Джин просто должен был тепло улыбнуться при этом виде. Затем он понял, почему люди так много переживают и преследуют романтику, видя, как комфортно он чувствовал, когда кто-то был рядом с ним и поддерживал его. Спасибо, Сэ Джин. Ким Сэ Джин искренне поблагодарил ее и подошел ближе. Его тело было определенно больше, чем у нее, но он чувствовал себя в безопасности и комфортно, как будто его крепко обняли. Какой смысл быть благодарным? Ты до сих пор даже не сказал мне, что ты делаешь, Ю Сэ Джин. Быстро воспользовавшись этим шансом, Ю Сэ Джин начала вести себя, как избалованный ребенок. Однако Сэ Джин оставался таким же твердым, как железная стена. Это позже. Когда ты еще больше полюбишь меня, я расскажу тебе все. Абсолютно все. Сэ Джин. Конечно, он рано или поздно расскажет ей все, но ему именно потому, что она была его девушкой, было трудно сказать ей правду. Дело в том, что он превращался в разных монстров, но что еще более важно, он должен был помнить о своем статусе наследника династии Рассвета. С технической точки зрения, он был совершенно другим видом по сравнению с ней, Хотя с течением времени, возможно, смягчил бы свою позицию, некая байка все еще крутилась, председатель Рассвета объявил миру, что его драгоценная внучка никогда не выйдет замуж за иностранца, или ее имя будет полностью удалено из регистра семьи Ю. Она была кем-то, кого он должен был ценить больше, чем кто-либо другой, что только породило несколько оправданий, чтобы неохотно раскрывать правду. Но невозможно любить тебя больше, чем сейчас, понимаешь? Все в порядке, скажи мне сейчас. Ю Сэджун. Полностью не обращая внимания на его внутренние мысли, она держала широко открытые глаза и глубже погружалась в его объятия, а затем начала щекотать его бок. Сколько раз я должна это говорить? Ты мне очень нравишься, я тебя очень люблю. Ю Сэджун. Я знаю, я знаю, так что, пожалуйста, успокойся, Сэджун. Ким Сэджун крепко обнял ее и не дал ей жаловаться дальше. И после пяти минут их объятий, хэм, хэм. Внезапно Ю Сэджун незаметно подняла руки и начал ласкать его задницу. Сначала ее движение было на поверхности его тренировочных штанов, но затем ее руки вторглись под ткани. Что ты делаешь, Сэджун? Ким Сэджун прищурился от странной ласки, которую он чувствовал вокруг своей пятой точки. Ну, эээ, только потому, что ты устал, это не значит, что ты должен сразу влечь в постель. Какого черта? Даже когда я не хотела, мы все равно занимались этим, но когда я хочу, ты не хочешь. Ю Сэджун надулась и начала ласкать еще более открыто, чем раньше. Поскольку она много раз делала это с Сэджином, она стала более активной, чем раньше. Фух, эээ, это щекотно. Ким Сэджун, наконец, взорвался в приступе хихиканья, глядя на нее, когда она продолжала тереться своим телом о его бедра. Ему оставалось меньше трех часов, чтобы закрыть глаза, но этому его чудовищному телу понадобилось всего пару часов, чтобы оправиться от усталости. Экзамены для рыцарей продолжались. Второе испытание состояло в том, что курсанты должны были убежать от странного пространства, расположенного в башне, после того, как они были заключены там. Пространство было невероятно огромным после того, как на него набросилась магия расширения, увеличивая его украшенные, чтобы напоминать великую пустыню. В нем было бесчисленное множество монстров, диких зверей, а также опасных ловушек. И даже в ловушке типа джунгли, Джин Се Хан Ким Сэджин прорвался мимо всех испытаний и несчастий с пустыми руками. Когда появились монстры и злые звери, он просто свернул им шеи. Если есть препятствия на его пути, он сдувал его одним ударом. И благодаря его резкому восприятию он никогда не попадал в такие мелочи, как ловушки. В разгар всего этого, Джин Се Хан не забыл суть этого теста – сотрудничество. Если один курсант сталкивался с опасностью, он помогал, и когда другой курсант попадал в ловушку, он снова помогал. Он определенно гений, достойный первого места в нынешних рейтингах. И поскольку Джин Се Хан был совершенно несовместим с критериями судейства курсантов, каждый из высокопоставленных чиновников из различных орденов рыцарей, которые приходили наблюдать за происходящим, облизывались, а в глазах сияли огни жадности. Больше всего приятно видеть, как он заботится о товарищах курсантах, Ким Юрин. Среди них был и самый высокий рыцарь из ордена ворон, Ким Юрин. Согласен. Но разве его прошлое не подозрительное? А Джун Хек. Это осторожное возражение было поднято мастером-распорядителем приказов рыцарей да и быка Аджун Хеком. С ростом запасов рыцарского ордена, плечи Аджун Хека немного выпрямились от гордости в наши дни. Разумеется, причиной этого роста популярности стало название только один из четырех орденов в стране, который имел куклу Афану, а также дружеские отношения с гильдией Монстр, поэтому все это зависело от внешних факторов. Но правда в том, что новые потенциальные новобранцы стали делать все больше и больше акцентов на таких моментах. Никаких фиксированных адресов неизвестных членов семьи и бездомных в придачу. Но его способности очень хорошие, и, судя по тому, что он показал, его личность кажется тоже неплохой. Ким Юрин. Хах. Похоже, мисс Юрин все еще легко верит в людей. Мы не знаем, какие темные амбиции спят в этом человеке, а поскольку он бомж, он даже может быть ослеплен богатством. Хотя Джун Хек страстно и решительно возражал против ее оценок, Юрин уже видела его шараду насквозь. Он мог бы ругать человека, о котором идет речь, но в день завершения церемонии, без сомнения, он дал бы шанс Джин Се Хану, прежде чем кто-либо еще имел возможность. Что ж, если у него есть темная сторона, как вы сказали, тогда я уверена, что это будет раскрыто в скором времени. Ким Юрин. Прошел всего один час после начала испытания. У нее не было достаточно свободного времени, чтобы наблюдать за этим тестом в полном объеме, который должен был длиться 12 часов, но все же. Я должна сказать Хрин, чтобы она следила за этим парнем. Ким Юрин. История о том, что лидер нынешней группы курсантов очень хороший саженец, уже распространилась вокруг, и теперь, когда она их видела, еще несколько, которые привлекли ее внимание, ей нужно было сообразить поймать их. После того, как 12-часовое испытание подошло к концу, большинство курсантов упало на землю, как мертвые бревна, и тяжело дышали от истощения. Среди тех, кто сохранил наилучшие состояния, были, конечно, Джин Се Хан, и Ю Джин, и Ким Мен Хван, три лучших приглашенных наблюдателей. Э, простите меня. Посреди этого, пять нерешительных курсантов неожиданно приблизились к Джин Се Хану Ким Се Джину, когда он, сидя в положении со скрещенными ногами, расслаблял шею. Хотя он не знал их имен, он все еще помнил их лица. В конце концов, он спас их от ловушки. Что случилось, Се Джин? Ну это, мы пришли сказать. Спасибо. Три мальчика и две девочки неохотно понизили головы, чтобы выразить свою благодарность. Джин Се Хан Ким Се Джин спокойно посмотрел на группу, а затем, круто, Се Джин. Он сказал это и встал. На его губах заиграла тонкая улыбка. Он думал, что, хотя они плохо говорили о нем из-за чувства пустоты, которые они все чувствовали, эти курсанты все еще не позволили своей человечности сгнить. Ох, похоже, популярность от Джусси растет. И Ю Джин. Тем временем к нему подошел энергичный И Ю Джин и полумертвый Го Юн Чин. Давайте поторопимся и поедим. Я слишком устал, чтобы даже есть. Почему ты все время жалуешься, как маленькая девочка, ты же мужчина. Джин Се Хан направился к столовой со спорящими, хотя, очевидно, это была односторонняя мука. Затем тесты продолжались. На третий день речь шла об охоте на монстров. На четвертый день традиционный лагерь загрузки. На пятый день воссоздание исторических событий и т.д. Еще три мучительных дня прошли, по крайней мере, с точки зрения курсантов. За это время первоначальное число 205 участников было сокращено до 75. Рейтинги с 205 Го по 76 и краткой были все дисквалифицированы. С другой стороны, Джин Се Хан продолжал удерживаться на первом месте с пятибалльным отрывом от второго места. Между тем, И Ю Джин и Ким Мен Хан постоянно боролись за второе и третье место, только один пункт разделял их. Итак, на шестой день, Джин Се Хан Ким Се Джин ел вместе с И Ю Джин и ее кругом друзей после того, как они стали более дружелюбными друг к другу. Ну, на самом деле это не было так, что они стали более дружелюбными, на самом деле И Ю Джин единодушно подошла к нему исключительно из-за конкурентного духа. Итак, даже Аджуси собирается занять место добровольца в Эдеме, И Ю Джин. Когда они ели, он даже нашел что-то общее с И Ю Джином. И это было их конечной целью, Эдем. Точно, Сэ Джин. Как необычно, чтобы увидеть двух рыцарей с одной и той же оценкой, претендующих на вход в Эдем. Пока существуют такие люди, как вы, мечты, надежды и идеалы никогда не исчезнут. Ким Мен Хан. Из-за циничных насмешек Ким Мен Хана, И Ю Джин раздражалась. Почему ты не можешь просто закрыть свой чертов рот? Нет, подожди, просто убирайся от меня подальше. И Ю Джин. Ха-ха. Я просто говорил правду. Что вы сделаете, если вам не удастся войти в Эдем и стать повторным испытателем? Ким Мен Хан. Из-за того, что он имел твердую убежденность, Эдем не одобрял желание войти в другие ордена рыцарей. Итак, в случае, если кто-то подал заявку на вход в Эдем, но потерпел неудачу, зная, что он никогда не сможет войти в Эдем, нужно было стать повторным испытателем и подождать до февраля следующего года. Фу. А Джусси, не обращай внимания на этого ублюдка, и давай сразимся друг с другом по доброй воле. Несмотря на то, что мой рейтинг ниже твоего, ты ведь тоже это знаешь, что финальный тест дает наивысшие баллы. Скоро у меня будет достаточно шансов изменить рейтинг. И Ю Джин. Джин Сехан Ким Сэ Джин просто ответил улыбкой. Пока они разговаривали на не очень важную тему, дверь в столовую открылась, и инструктор вошел. Новый инструктор тоже был тем, кого Сэ Джин узнал, Ким Йин Су, рыцарь, который пытался показать себя, прежде чем его правильно обучил Сэ Джин. Сэ Джин почти громко рассмеялся, увидев лицо Йин Су, но как-то сдержался. Теперь его щеки были такими пухлыми, как он так поправился. Здравствуйте, дамы и господа. Я, рыцарь высокого уровня из ордена Генезиса, Ким Йин Су. Пропорционально увеличению обхвата его тела, его уровень увеличился и на другом уровне. Мы скоро начнем тест шестого дня. И этот тест, дуэль перед наблюдателями. Смотреть, как вы будете сражаться с другими курсантами на арене дуэли, будут наблюдатели от различных рыцарских орденов. Ким Йин Су. Сразу же курсанты напряглись. Очевидно, что поединок лучше всего продемонстрировал бы боевые способности рыцарей, но на самом деле конечные результаты сильно зависели от того, кто были противники. Будет два типа дуэлей. Во-первых, курсанты будут соревноваться друг с другом. В этом случае первое место в рейтинге будет иметь первый выбор, и курсант, выбранный на первом месте, естественно, потеряет свое право на выбор. Ким Йин Су. Курсанты вдруг начали проверять настроение за столом Сэ Джина, где сидели первые три ранга. Тем не менее, Ию Джин только пристально смотрела в направлении Джин Си Хана, потому что это была возможность изменить рейтинг, о котором она уже говорила. И вторая дуэль будет против эксперта. Чтобы точно измерить ваши способности, в этот раз мы заручились помощью кого-то очень красивого и важного. Ким Йин Су. Подождите минуту. У Ким Сэ Джин внезапно возникло плохое предчувствие. Он начал вспоминать разговор, который у него был с Ю Сэ Джуном около двух дней назад. Я решила сделать работу, о которой у меня попросил отец в память о том, что я стала выше среднего уровня. Но ты стала верхним средним уровнем из-за моих татуировок, хотя... Хорошо, хорошо. Какая работа? Ну, Аппа действительно помог мне, это правда. Но дело в том, что появилось немало талантливых новичков-рыцарей, поэтому... Ах, это секрет. Аппа не хочет мне рассказывать, так что это будет моя тайна. В то время Сэ Джин не думал об этом, но... Этот эксперт, самый молодой в мире высший рыцарь среднего уровня, мисс рыцарского ордена рассвета, Ким Йин Су, при этом неожиданном объявлении знаменитости, которое пребудет в ближайшее время, все курсанты были ошарашены. Среди них изменение лица Джин Се Хана было особенно честным. Глава 99 А Джуси Сделай это со мной, И Ю Джин. Как только Ким Йин Су обернулся и ушел, И Ю Джин попросила Сэ Джина о поединке. На седьмой день, который будет на следующий день, он был зарезервирован для вещей, таких как измерение силы маны и магии, психологические тесты и интервью с рыцарскими орденами, настолько реалистично это было для нее, чтобы изменить рейтинг. Однако И Ю Джин выглядела немного встревоженной, так как если бы Сэ Джин отказался, тогда это был бы конец. К сожалению, Джин Се Хан Ким Сэ Джин ошеломленно уставился на пустой воздух и не ответил на ее просьбу. Чувствуя себя немного расстроенной, И Ю Джин схватила его за руку и встряхнула. Только тогда он повернул голову к ней. Давай сделаем это, И Ю Джин. Что? Сэ Джин? Доэль? И Ю Джин? Эээ, ах! Конечно, Сэ Джин. С его более легким, чем ожидалось, соглашение ее лицо стало странным. Но это продолжалось ненадолго. Она энергично улыбнулась, как и ожидалось, а Джусси действительно мужественной и твердой. Никаких отступлений, верно? И Ю Джин? Да, конечно, Сэ Джин. Итак, время обеда подошло к концу, и курсанты начали выполнять легкие упражнения, чтобы подготовиться к предстоящим поединкам. Час спустя, все оставшиеся курсанты собрались на огромной дуэльной арене на четвертом этаже башни. Ким Ин Су сказал курсантам поприветствовать наблюдателей, скрытых от взгляда, и поэтому они согнули свои спины на 90 градусов. Это означало начало поединков. Большинство курсантов считали, что процессия может стать довольно утомительной, так как было довольно много участников, но когда дело действительно пошло, каждая битва занимала мало времени. Нет, это не значит, что высокопоставленные курсанты предпочитают сражаться с низкими рангами. Дело в том, что эти высокопоставленные курсанты помнили о системе подсчета очков и поэтому старались не сражаться против противников со слишком низким рангом, но затем многие низкооплачиваемые курсанты, которые были уверены в своих шансах на дуэль начали провоцировать высокопоставленных и каким-то образом успешно начали поединки. SFX для освещения. ААА. Вспышка света исходящая из клинка Го Юнчина растопила меч безымянного мужчины-курсанта, тем самым завершив 35-й краткой поединок. И это было всего лишь через 25 минут после начала всей этой дуэли. 9E место Го Юнчин победитель. Красиво сделано. И Юджин. Окрыленная победой своего друга, Ию Джин встала со своего места и громко закричала. Далее, Ию Джин и Джин Се Хан выходите на арену. Однако ее радость длилась недолго. Как только ее имя было названо, ее лицо стало несравненно жестким. Джин Се Хан Ким Се Джин сначала поднялся на арену, и вскоре она последовала за ним. Когда они столкнулись друг с другом, в их сознании текли разные мысли. Теперь, как я должен справиться с этим? Сделать это одним ударом, как и раньше, Се Джин. Конечно, у него нет опыта в таких поединках, поэтому я не должна давать ему время, чтобы организоваться и напасть на него сразу. Но что-то не так. Может быть, мне стоит не торопиться и подождать разрыва, Ию Джин. Было очевидно, что мысли Ю Джина были намного более весомыми по сравнению с мыслями ее противника. Кто, как вы думаете, победит? Наблюдатели не могли скрыть своего волнения, поскольку главный матч должен был начаться. Я все еще верю, что Ию Джин выиграет. Ию Джин, возможно, окончила академию в более молодом возрасте, чем Ю Се Джун, но она рыцарь, который хочет стать повторным испытателем только для возможности войти в Идым. Между ними должен быть довольно большой разрыв в том, что касается фактической боевой силы. Наблюдатели высказывали свое собственное мнение. Кто-то сказал, что после использования специального финишного хода, поединок скоро закончится, судя по тому, что было раньше. Некоторые не согласились и сказали, что уровень их навыков похожий, поэтому он может продолжаться как минимум 5 минут. Но посреди этого, ни с того, ни с сего, крик достаточно громкий, чтобы шокировать всех до ступора, вырвался из арены под ними. Это конец. Первое место, Джин Се Хан, победитель. Даже голос судьи дрожал, как будто он несколько смутился. Что это было? Ким Ю Рин. Ошеломленная неожиданным объявлением, Ким Ю Рин быстро поднялась со своего места и своими двумя глазами проверила ситуацию на дуэльной арене. И Ю Джин свернулась, схватившись за живот, а Джин Се Хан стоял впереди и смотрел на девушку, сжав кулак. Поединок явно закончился. КХМ. Се Джин. Джин Се Хан Ким Се Джин почесал затылок, слегка смутившись. Он не собирался заканчивать все так быстро, но даже он не ожидал, что И Ю Джин безумно бросится к нему и поэтому он в конечном итоге размахивал кулаком. И результатом этого простого удара было это. Тяжелое дыхание. Стон. И Ю Джин пускала слюни по всей земле, не в силах оправиться. Тем временем все остальные курсанты ошеломленно смотрели на него. М. Мне очень повезло. А. Не ожидал, что ты переместишься так, как я хочу. На самом деле, мне повезло. Се Джин. Он почувствовал необходимость сказать что-то под этими интенсивными взглядами, так что он это сделал. После того, как первый этап поединка подошел к концу, курсанты отдыхали, ожидая прибытия эксперта. Джин Сахан Ким Сэ Джин непрерывно выпивал бутылки воды, так как он нервничал из-за столкновения с Ю Сэ Джуном. И Ю Джин молчала, полностью забитая. На уголках ее глаз даже были следы слез. О, ничего себе. Именно тогда Ю Сэ Джун вошла. Она, без сомнения, была кумиром. Не только тихо сидящие курсанты быстро встали, чтобы хорошо взглянуть на нее. Даже судья дуэли, Ким Ын Су, стоял там полностью ошеломленный, когда он смотрел на женщину, которая, казалось, проявляла немного более зрелые очарования, чем раньше. SFX для стука высоких каблуков. Несмотря на то, что Ю Сэ Джун пришла на дуэль, она была на высоких каблуках. Она поднялась на арену и заговорила, переводя взгляд на кадетов. Мой стандарт оценки прост. Если вы можете выдержать один удар от меня, я дам вам довольно много баллов. Ю Сэ Джун. Отношение Ю Сэ Джуна было невероятно холодным и отдаленным, что было совершенно иным, чем когда она была с Сэ Джином наедине. Поскольку у меня не так много времени, давайте начнем быстро, снизу. Последний человек в рейтинге, пожалуйста, поднимитесь, Ю Сэ Джун. И вторая половина дуэлей, или, в данном случае, руководство, началась таким образом и закончилась быстрее, чем в первом тайме. Ни один из 70 или около того курсантов не мог выдержать удар Ю Сэ Джуна с деревянным мечом, поэтому понадобилось всего около 10 минут или около того. Было 6 различных типов магических татуировок, начертанных на ее маленькой и миниатюрной спине. Сэ Джин, наконец, понял, какого мини-монстра он непреднамеренно создал. Далее. «И Ю Джин?» «Ю Сэ Джун?» «Да, здесь». И Ю Джин ответила громко и быстро бросилась вперед. Хотя между ними был только двухлетний разрыв, видя подавляющее появление ее образца для подражания, мерцающие огни вернулись в полную силу в ее глазах. «Ну, тогда начнем, И Ю Джин?» Ю Сэ Джун заговорила, когда она слегка повернула деревянный меч. Несмотря на то, что он выглядел легким и слабым, количество давления, которое Ю Джин ощущала на себе, было далеко за пределами ее ожиданий. «Ух-хах!» Ю Джин издала странный крик и каким-то образом смогла выдержать удар своими зубами. Ю Сэ Джун начала отсчитывать до пяти, сохраняя при этом силу иману, которой она пропитала меч, а затем забрала оружие. «Хе-хай!» Став смертельно уставшей после встречи с этой атакой, и Ю Джин плюхнулась на пол, ее ноги бесконтрольно дрожали. «Очень хорошо!» Ю Сэ Джун. Курсанты начали хлопать в ладоши, когда второй человек прошел после того, как появился Ким Мен Хан. «Хорошо, следующий!» Наконец, Ким Сэ Джин в роли Джин Сэ Хана нерешительно вошел в арену дуэли. Но то, как Ю Сэ Джун смотрела на него, казалось, указывало на то, что что-то происходит. «Должны ли мы, Ю Сэ Джун?» «Конечно, Сэ Джин!» Поскольку голос Сэ Джина стал более глубоким из-за зверификации, он не был слишком обеспокоен, но все же. Как ни странно, вместо того, чтобы напасть на него, Ю Сэ Джун начала внимательно изучать его черты лица. Ха Им Им Им. Он думал, что его могут обнаружить, если это продолжится, поэтому он бросился вперед первым. Ее лицо, внезапно вспыхнувшее от неожиданности, и деревянный меч, нагруженный маной, опустился сразу же. Сэ Джин схватил этот меч своей голой рукой и стоял там выдерживающий около 10 секунд, прежде чем определить, что этого должно быть достаточно и отпустил. И, чтобы придать последний штрих, он сознательно позволил ногам дрожать и плюхнулся на пол. Юса Джун сузила брови и уставилась на этого парня, прежде чем открыть рот. Очень хорошо, но все же. Юса Джун. Этот человек я чувствую, что видела его где-то раньше. Тем не менее, она не выпалила слова, которые могли бы увеличить ее время пребывания здесь. В конце концов, уйдя домой рано от своих обязанностей, вы почувствуете себя хорошо. Вот и все на сегодня. Конец теста. Я поехала. Юса Джун. Напивая внутренне, она быстро подняла ноги, с радостью воображая, что кто-то потенциально ждет ее дома. Таким образом, тест на рыцарскую оценку подошел к разочаровывающему концу. Джин Сехан отказался от всех искренних приглашений от различных орденов рыцарей и вызвался работать на Эдым. И в настоящее время он не спеша ждет ответа, который прибудет через неделю. В этот день была обычная летняя суббота, когда погода была очень душной, и ветры выдували жару. Внутри охлажденного кондиционером дома Ким Сэ Джун осторожно поглаживал спину спящей Юса Джуна, тихо размышляя про себя. Интересно, кто выиграет в битве между вождем орков или контрапом? Ну, его мысли были не так уж важны. Как бы то ни было, он действительно наслаждался этими последними днями покоя. Именно тогда луч света засиял от некоторого кристалла неподалеку. Пришло волшебное сообщение от Ким Юсона, поэтому Сэ Джун поспешно поднял его. Алло, сэр, это Ким Юсон. Да, Ким Юсон не был тем, кто мог бы связаться с ним без причины. Его голос казался тяжелее обычного. У меня был сон, сэр. Всякий раз, когда он говорил это, сердце Сэ Джуна, казалось, на мгновение перестает биться. Он развил условный рефлекс, где его ожидания и страх того, что может произойти дальше, смешивались вместе. Кажется, что будущее может стать немного трудным, сэр. Можете ли вы рассказать мне подробности? Я видел сцены бесчисленных монстров на уровне босса, наводняющих мир, сэр. Чудовищная птица изначально была ничем иным, как началом. И это не только Корея, когда я увидел, что в моих снах мелькают сломанные кусочки новостей, даже разные отдаленные страны будут страдать от подобных событий. Ким Сэ Джин потеряла дар речи, поскольку это откровение было слишком внезапным. Вот почему нам очень нужно готовиться с этого момента. Вы говорите, приготовление? Да, сэр. В подвале нашей гильдии у нас есть множество гоблинов, а также грифонов и героев орков, которые с каждым днем становятся сильнее. Однако, этого будет недостаточно, хотя бы из видений, которые я видел во сне. Я предлагаю укрепить ордена рыцарей, которые дружат с гильдией. В отличие от его прошлого, слова Ким Юсона были длинными, дезорганизованными и поспешными, что даже Сэ Джин не мог понять, что пытался сказать ветеран-наемник. Однако была причина, по которой Ким Юсон чувствовал настоятельную необходимость. Ну, пока я не совсем понимаю, но, несмотря на это, я сделаю то, что рекомендовал господин Ким Юсон. Пожалуйста, поговорите с господином Джо Хансуном и определите план действий на будущее. Да, сэр. Понимаю. Ким Юсон ответил бессильно. Бедствия создавали героев. Ким Сэ Джин и его гильдия отвечали необходимым условием и обладали способностями, чтобы стать именно такими. Со способностями Сэ Джина выкачать бесчисленные зелья, которые будут очень востребованы в наступающие смутные времена, а также создавать прекрасное оружие. Вампиры и их зловещие планы могут быть бесполезными. Кроме того, слава, богатство и честь гильдии и ее учителя Ким Сэ Джин буквально выстрелили бы в небеса. Однако между героем и монстром была тонкая линия. Один неправильный шаг, и герой мгновенно станет монстром. И разум Ким Сэ Джина на данный момент не был урегулирован. Время от времени Юсон видел во сне, что Сэ Джин всегда волновался и боялся. Может быть, он не мог осознанно почувствовать это, но его чистейшие чувства собственного «я», где его человеческие и чудовищные формы были смешаны в одно целое и глубоко укоренились внутри, безусловно, чувствовали это. В таком случае, сэр, я позвоню вам после встречи с господином Джохансуном. Ким Юсон, пожалуйста, сделайте. Ким Юсон закончил общение с этими словами и издал длинный вздох. Сон, который он испытал на этот раз, был довольно продолжительный. Он видел большую часть этого. Вот почему он вспомнил слова «последнее сияние заходящего солнца», либо «мгновенное восстановление сознания перед смертью». Кхеуп. Внезапно он почувствовал, как что-то вырвалось из его горла, поэтому он быстро прикрыл рот рукой. Темная малиновая жидкость бежала между его пальцев и стекала на пол. Кхем. После того, как его вырвало кровью, Юсон спокойно посмотрел на малиновое пятно на полу. Он мог ясно чувствовать, что у него осталось не так много времени, проклятие этого чертова вампира, которая съедала ту маленькую жизнь, которую он оставил. Я надеюсь, что мой сын Сунхо сможет поступить правильно после моей смерти. Юсон должным образом воспитывал своего сына до этого, и он Сунхо уже выполнял большую работу в качестве главы наемников. Таким образом, у него будет мало проблем с продолжением его наследия. Но все же были проблемы с Ким Сэджином. Сэджин не возражал против того, чтобы кто-то другой взял на себя ответственность. Нет, он был тем человеком, который действительно приветствовал его, пока не было никаких скрытых мотивов. Это произошло из-за большого количества страха, накапливающегося внутри него, что заставило его беспокоиться о принятии неправильных решений, особенно в том случае, если последствия его решений могут создать большое колебание. Я должен создать возможность для встречи в ближайшее время. С темными глазами Ким Юсон уставился на мир за окном. Яркий и прекрасный солнечный свет падал на землю. Это был действительно красивый образ, достойный называться обычной жизнью. Глава 100 Что после окончания магического общения с Ким Юсоном Сэджин поделился завтраком с Юсэджуном? Ах, точно. Аппа, несколько дней назад я видела человека, который выглядел странно, как ты. Хотя его голова все еще болела из-за серьезного характера сообщения, эти слова Юсэджуна обладали более чем достаточной силой, чтобы заставить его обратить пристальное внимание, что ты имеешь в виду, Сэджин. Чувствуя себя виноватым, Сэджин ответил так же быстро, как вспышка света, как только она закончила произносить ее слова. Ах, ну, дело в том, что я взяла на работу инструктора для дуэлей рыцарских оценочных экзаменов. Вот где я видел этого человека. Юсэджун. В самом деле, им им. Кроме того, несмотря на то, что он должен был быть курсантом, я была действительно удивлена, потому что он был намного сильнее других курсантов. Может быть, это правда, что где-то есть двойник, похожий на каждого из нас. Саппой и этим парнем это было действительно странно, понимаешь? Это было интересно. Говоря, Юсэджун осторожно взглянула на Сэджина, чтобы посмотреть на его реакцию, не проявил ли он какую-то ревность. Однако все, что он делал, было достаточно холодно, не выражая ничего. Что случилось? Снова невкусно? Юсэджун. Увидев это, Юсэджун спросила слегка обеспокоенно. Ах, нет. Дело не в этом, просто любопытно, потому что ты говоришь, что он похож на меня. Итак, что случилось с этим курсантом? Сэджин. Ах, это. Ну, даже я недовольна этой частью. Знаешь, я собиралась убедить его на церемонии завершения, понимаешь? Но, оказывается, он уже отказался от приглашения от всех других орденов рыцарей, включая Ворон. Я спросила и, видимо, он подает заявку на вход в Эдым. Юсэджун. В самом деле? Затем она кивнула головой. Угу. Входной барьер Эдыма бесполезно жесток, но тогда их отношение к членам намного хуже по сравнению с рассветом. Конечно, ваши ранги могут подняться легко во время экзаменов, поскольку особое внимание уделяется работе в Эдыме, но все же, я не понимаю, почему он сделал такой выбор. Она начала петь, как канарейка, сама по себе, но она все еще не говорила о самой важной части. Итак, значит ли это, что Эдым собирается его бросить? Сэджун. А? Что ты вообще слушаешь, аппа? Я сказала, даже я был удивлена им, понимаешь, очевидно, он был принят. Юсэджун. Серьезно? Да. Я спросила прямо, через моего отца. Я планировала схватить его после полугода ожидания, если он провалится, но, ну ладно. Юсэджун. Сохраняя лучшее невозмутимое лицо, которое он мог сделать, Сэджун кивнул. Это было сделано. Как только он показал всемогущий рост без ограничений и достиг верхнего среднего яруса, то, аппа, ты не слушал меня сейчас, не так ли? О чем ты только думаешь? О другой женщине? Юсэджун. А? О чем ты вообще говоришь? Разве ты не сказал, что скоро отправляешься с Хазеленонни? Разве ты не думал о поездке? Юсэджун. Она шутила, но ее слова все еще содержали небольшое количество ее истинных чувств и немного беспокойства. Не за что. Кроме того, это только для бизнеса. Ты же знаешь, что связано с алхимией. Итак, при внезапном и быстром изменении темы разговора Сэджун начал торопливо раздавать свои лучшие оправдания. Неделю спустя. Так же, как спойлер Юсэджуна, Ким Сэджун мог стать почетным рыцарем Эдема, как Джин Сэхан. Казалось, что эмблемы Эдема, сделанные из чистой платины, обладали определенным магнитным обаянием, из-за которого рыцари других топ-ордеров проявляли завистливые взгляды на их владельцев. А Джусси, давай сделаем хорошую работу. И Юджин стоял рядом с ним во время церемонии посвящения в рыцаре. Он все еще мог четко помнить, что после поражения на дуэли она закричала, что не может войти в Эдем. Тем не менее, ее единственная цель в течение последних шести лет обучения в Академии заключалась в том, чтобы просто войти в Эдем. И, похоже, такое убеждение было оценено достаточно высоко руководством Эдема в конце концов. Сэджин. Мы будем видеться чаще в будущем, поэтому я не думаю, что это нормально, если я ничего не скажу своему коллеге. И Юджин. Во время награды, а также после ее окончания, когда они выходили из башни, И Юджин безостановочно кричала. Но ее болтливость не могла продолжаться вечно. Они выходят. Дело двух рыцарей, появившихся в результате одного экзамена, принятого Эдемом, было большим источником гордости для всей страны, особенно учитывая, что за последние три года был только один успешный участник. Какого черта? И Юджин. Бесчисленные репортеры уже стояли на улице перед башней. И Юджин и Ким Сэджин сузили брови в то же самое время, когда вспыхивали вспышки камеры, и громкие крики, замаскированные под вопросы, были брошены на них. Но они никогда не входили на территорию башни до сих пор. И Юджин. Вы оба. Мы хотели бы услышать ваши мысли о том, чтобы стать рыцарями Эдема. Безымянный репортер 1. Мы слышали, что рыцарь Джин Сэхан изначально был бездомным. Безымянный репортер 2. Рыцарь И Юджин, пожалуйста, поверните свое красивое лицо таким образом. Безымянный репортер 3. Сэджин всегда чувствовал это, но люди со станции МБС, которые задали этот последний вопрос, были действительно роем вонючих мух. Ничего себе, что это такое. И Юджин. И Юджин запаниковала и перестала двигаться, когда огромная волна людей накинулась на нее. Именно тогда Ким Сэджин, как Джин Сэхан, пристально посмотрел на нее и смело шагнул вперед. Однако, честно говоря, здесь не было смелости. Он уже провел так много пресс-конференций, это было похоже на то, что они стали частью его жизни в этот момент времени. Он идет. Другой безымянный репортер. Затем волны репортеров направились к Джину Сэхану. Пожалуйста, расскажи нам о чем вы думаете. Вы удовлетворены тем, что стали рыцарем Идыма. Каковы ваши цели? Эй, подвинься, парень. Теперь, когда вы стали рыцарем Идыма, ваша цель и уах. Помогите. Моя цель. Давайте сначала спасем этого парня, прежде чем он будет раздавлен до смерти. Сэджин. Уф. Большое спасибо. Безымянный репортер. Моя цель довольно проста. Подняться до верхнего среднего уровня в течение следующих шести месяцев. Сэджин. Ким Сэджину не нужно было лгать, и он не чувствовал, что лжет в первую очередь. Именно поэтому, по этому поводу он правдиво ответил словами, которые были честными с его точки зрения, но с точки зрения собравшихся журналистов довольно галантными и высокомерными. На короткое мгновение, около одной секунды или около того, тишина управляла миром. Но довольно скоро бесчисленные вспышки камеры снова зажглись. В то время как занятые снимками Сэджина, эти репортеры уже готовили заголовки, которые могли бы вызвать максимальное количество споров. Рыцарь Идыма получил больше преимуществ по сравнению с другими рыцарями в пределах одного уровня. В конце концов, успешное проникновение в Идыма означало, что способности и будущий потенциал были выше, чем у других. Но все же, стать верховным рыцарем среднего уровня в течение шести месяцев, даже рыцарь, обладающий талантом и чертой, поражающим небо, не мог надеяться достичь такого подвига. Ха-ха-ха. Это довольно смелое заявление. Что будет после этого? Величайший рыцарь в мире? Или еще лучше, король рыцарей? Репортер. Я намерен стать рыцарем высокого уровня в течение одного года. Ах, да. Когда я говорю один год, я не имел в виду один год после шести месяцев, потраченных на то, чтобы стать верхним средним уровнем. Уже через год. Сэджин. Сэджин смело ответил на это, не обращая внимания на саркастический тон репортера. А интенсивность вспышек камеры и вопросов только потом увеличивалась. Эгремым. Используя разрыв, созданный вниманием журналистов, обращенных к Джину Сехану, Июджин наконец могла избежать человеческого барьера. Июджин. И тогда Го Юнчин, который ждал на некотором расстоянии, подошел к ней с приветливым улыбкой, которая соответствовала его индивидуальности. Что ты здесь делаешь? Ты меня ждешь? Ты действительно хочешь потратить свое время? Июджин. Действуя в отношении, скорее противоречащем тому, что указывала яркая улыбка, цветущая на ее лице, Юджин обняла плечо Го Юнчина, который был такого же роста, как и она. Давай выбираться отсюда. В честь того, что мы стали рыцарями Идыма, я куплю нам очень дорогую еду. Июджин. Новый рыцарь Идыма, Джин Сехан, стремящийся стать лучшим рыцарем в мире в течение года. Пройдя через высокий уровень и самый высокий за год, уверенное новое пополнение в рядах Идыма. На следующий день новостные статьи, подобные вышеупомянутому, наводнили эфиры. Как и ожидалось, все рыцари в разных орденах были возмущены. Разве он не сумасшедший? Недовольный рыцарь один. Не только сумасшедший, но и проклятый мошенник. Недовольный рыцарь два. Для этих людей они могли стать рыцарями только после того, как пожертвовали своими самыми важными развивающимися подростковыми годами под предлогом обучения. Но теперь, кровавый бродяга, который, казалось бы, никогда не прикладывал усилий ни в чем, смотрел сверху вниз на остальных рыцарей, просто потому, что он пробудил хорошую черту, ублюдок, у которого даже нет навыков. Когда он появится в нашем ордене, как правило, рыцарю Идыма было дано право войти или выйти из любых рыцарских орденов в стране, так как их считали универсальными рыцарями. Разумеется, рыцари Идыма могли входить только в закрытые зоны, такие как кафетерии и учебные площадки, но если возникала необходимость, они могли участвовать в миссиях вместе с рыцарями из других орденов. Когда он появится, я собираюсь разорвать его во время поединка. Недовольный рыцарь 3. И вот, человек, который плохо отзывался не только о рыцарях рассвета, но и практически всех остальных в стране, Джин Се Хан Ким Се Джин был посреди неторопливого посещения вызова. Как будто он летит в небе, он пнул землю и взмыл вверх, достигнув окраины провинции Конванда. SFX для громкого рева монстра. Его цель на этот раз была пара братьев Тролли, которые наносили хаос на дороге с нарисованной маркировкой школа. Никто не знал, как эти двое монстров пробрались так далеко, но для Се Джина это событие было не более чем дневной работой, чтобы заполнить свою квоту на производительность. Студенты, покидающие школу, чтобы отправиться домой, начали рассеиваться, как только появились Тролли, но все же горстка девушек не могла этого сделать, когда они упали на землю, страх лишил их силы ног. Все, что они могли сделать, это плакать бесконечно, надеясь, что это просто дурной сон. SFX для жалких рыданий. Большая тень тянулась к студентке, которая, жалобно рыдая, массировала свою подвернутую лодыжку. В ее узких глазах она подтвердила, что ужасная рука Тролля поднялась высоко в небо. Ей было невозможно думать дальше. Ее голова затухла. SFX для громкого взрыва. И затем, рука Тролля, поднятая высоко, начала падать обратно довольно слабо. Хонг. Тролль рухнул на колени и, чувствуя, что что-то не так, студентка открыла свои плотно закрытые глаза. Она увидела спину определенного человека. Эта спина была настолько широкой и надежной, что будто восстанавливала спокойствие. Ах! Когда студентка издала мягкий вздох изумления, парень взглянул на нее. Для нее этот человек выглядел как иностранная модель. Нет, произведение искусства, даже с длинной бородой, которая могла быть минусом для всех женщин. Убегая сейчас же, Сэджин, сказав эти простые, но веские слова, он шагнул вперед к оставшемуся Троллю. Наблюдая, как он готовится к ожесточенной битве, даже Тролль напрягся и издал громкий рев. SFX для громкого рева. Но Ким Сэджин не отступил. Он излил всю свою силу, чтобы сделать следующий шаг вперед, а затем выстрелил, как пуля в сторону монстра. SFX для еще одного громкого рева Тролля. Тролль ответил ударом. Итак, гигантский кулак и сравнительно узкая рука встретились посередине. Однако победитель этой битвы был довольно очевидным. В тот момент, когда два кулака встретились, рука Тролля и рука просто рухнули, как кусок мягкого тафу. Потеряв свою конечность всего одним ударом, Тролль пошатнулся от дезориентации, но затем получил удар в сердце и умер на месте. Улица, когда-то заполненная криками, теперь совершенно смолкла. Каждый присутствующий гражданин изумленно смотрел на бородатого человека, Кхым. Тем не менее, бородатый человек сделал фальшивый кашель, как будто он был смущен всем вниманием, которое он получил, быстро ударил землю и покинул область к неизвестному месту назначения. Как мерцающий мираж средь бела дня, все эти события пришли к своему быстрому завершению менее чем через минуту. Это не заняло слишком много времени, чтобы подтвердить, о чем были сны Ким Юсона. Прошло уже две недели после того, как Ким Сэ Джин убил двух Троллей с новой идентичностью, как рыцарь и дыма. Почти каждый заголовок, появляющийся в газетах и трансляциях, выкрикивал инциденты нападения монстров. В каждом уголке страны, из густонаселенных городов в редкие сельские районы, в среднем было 40 случаев нападения монстров на граждан, и каждый день погибало более 300 человек. В этой необъяснимой ситуации мир дрожал от страха. Однако во время беспорядков героям суждено было родиться. На этот раз, также рыцарь и дыма, Джин Сэ Хан в одиночку убил Агра, появившегося в городе Канванда. Пришествие нового героя. Рыцарь, который раньше был бродягой. Причина, по которой внимание сосредоточено на Джин Сэ Хане. Средства массовой информации не могли контролировать свое волнение при своевременном появлении нового героя. Обладая непревзойденным стилем боя-мача, где он мог убить любого монстра одним ударом. Из грустной предыстории бездомного, не преследуя богатства и вместо этого выбирая и дым, человек с драмой в жизни и переполненной праведной убежденностью. Почти все средства массовой информации прекрасно играли со всеми этими фактами, и благодаря этому только через три недели после его начала Джин Сэ Хан стал самой горячей новостью в Южной Корее. Хотя, правда в том, что многие рыцари все еще осуждали его как искусственного героя, вспоминая то высокомерное интервью, что Джин Сэ Хан дал после похвалы. Без разницы, его слава и популярность стремительно поднимались каждый день. И его особый боевой стиль также привлек внимание рыцарской академии. Мы в академии хотели бы использовать видеозапись вашего боевого стиля, но ведь это нормально? О, конечно, мы также заплатим вам соответствующие гонорары. Официальный представитель академии. Эдым рассматривался как универсальный рыцарский орден, поэтому его рыцари имели квалификации участвовать в любых и всех событиях, связанных с монстрами. Тем не менее, такая квалификация означала, что есть ответственность. Джин Сэ Хану пришлось встретиться с представителем академии рыцарей по просьбе высших судей Эдыма. Вы говорите, мои видеозаписи? Сэ Джин, да. Боевой стиль мистера Джин Сэ Хана по-своему уникален, имеет свое собственное применение, и он также популярен в настоящее время, поэтому. Наши мысли такие, используя кадры вашего боевого стиля в качестве учебного материала, не сможем ли мы принести позитивные изменения? Ах, а также, есть вопрос о прибыли, полученной от гонорара. Мы не проводим обычный тип занятий, но вместо этого они структурированы как лекции один на один с инструктором, и поэтому студенты могут выбирать, в какие классы они входят. Родители, похоже, идут с потоком популярности, поэтому, если учесть славу господина Джин Сэ Хана, ну, я считаю, что прибыль должна быть существенной. Официальный представитель академии. Не слишком глубоко думая, Джин Сэ Хан просто кивнул головой. Если из-за него таланты молодых курсантов могут расцвести, разве это не было бы хорошо, учитывая обстоятельства? Конечно, правда в том, что кулачная атака была просто бонусом, полученным от навыка владением оружием, но все же. Если бы кто-то захотел следовать по его стопам, то наверняка найдется кто-то, кто сможет это сделать. Да, конечно. Давайте сделаем это. Сэ Джин. О, у представителя академии не было такой простой линии мысли, как у Сэ Джина, он был сильно ошеломлен, что Джин Сэ Хан Ким Сэ Джин так легко согласился с этим. Теперь, как правило, большинство рыцарей старались изо всех сил избегать публичного показа видеозаписей своих сражений, чем выше поднимались их уровни. Приведенное оправдание заключалось в том, что их слабости могут быть раскрыты миру, но на самом деле было бы не очень приятно видеть, что кто-то еще копирует их движения. Но этот Джин Сэ Хан с готовностью согласился на это. Несмотря на то, что он мог оставаться уникальным человеком, он даже не выдвинул никаких других условий. Даже с этим представитель был так благодарен за то, что, но то, что он услышал, заставило его челюсть упасть до самого пола. Между прочим, мне не нужны гонорары. Сэ Джин. Его причина была проста. Сейчас у него было слишком много денег. На самом деле, он не смог бы исчерпать его, даже если бы он тратил его волей-неволей вплоть до своей смерти. Вместо этого сделайте лекции с моими записями свободными для посещения или дайте курсантам стипендии. Сэ Джин. Представитель забыл слова. В этот день он почувствовал это прямо до костей. Эта борода, бородка, эти толстые линии лица, этот свирепый взгляд, они были всего лишь оболочкой. Настоящая личность этого человека была такой же, как у великодушного святого, что не могло сравниться ни с кем. Ну, если это все. Сэ Джин. После того, как представитель испытал новый и свежий шок, Джин Сэ Хан поднялся со своего места. Чтобы понять, насколько он ошибался, когда слепо преследовал идеалы неконтролируемого капитализма, чиновник академии почувствовал огромное раскаяние, когда он продолжал тоскливо смотреть на уходящую спину Джин Сэ Хана. Глава 101. Профессия алхимика – это создание ценности из вещей, которые сами по себе мало стоят. Это не только платформа для придумывания зелий, но и. Каждый присутствующий здесь человек носил толстые капюшоны, покрывающие их головы, как куча преступников, и здесь была конференция, организованная Ассоциацией алхимии. И, как и ожидалось, это было довольно скучное дело. Так думал не только Сэ Джин, но его спутница, сидящая рядом с ним, Хазелин, тоже так же подумала, судя по тому, как часто она зевала и вздыхала, когда дело продолжалось. Когда же это все закончится? Сэ Джин. Причина, по которой он присутствовал на этой конференции как мастер гильдии, а не как гоблин-алхимик, была довольно проста. Усилия гоблина-алхимика побудили других алхимиков, и это привело к тому, что корейский рынок зелий пережил беспрецедентный бум. Таким образом, с избытком местных запасов зелий, он планировал экспортировать их на зарубежные рынки, которые страдали от острой нехватки зелий. Пожалуйста, подожди немного. Скоро наша очередь объявлять инновационный новый план гоблина-алхимика. Как только это будет сделано, мы уйдем. Хазелин. Он продолжал зевать, ожидая своей очереди. Итак, прошло 5 минут, затем 10 минут, затем еще 20, его драгоценное время медленно истекало. В настоящее время есть один алхимик, который получает много внимания со всего мира, и он является гоблином-алхимиком. Некоторые из нас здесь назвали его наследником Радиса или революционером профессии алхимика. Ну, теперь я должна идти. Когда я позову тебя, мистер Сэджин должен выйти на сцену и прочитать сценарий, который мы подготовили раньше. Хазелин. Хазелин слегка похлопала по плечу Сэджина и, опустив голову, исчезла где-то. И теперь мы хотели бы поприветствовать менеджера дома алхимии Чосана, который открыл этого самого алхимика. На сцену поднялась Хазелин. Поскольку алхимикам не нравилось поднимать громкий шум, ни один из них не хлопал в ладоши. Лишь немногие из них бросали на сцену завистливые и ревнивые взгляды. Хым. Все ее тело было скрыто под толстым халатом. Хазелин немного осмотрелась, прежде чем сглотнуть. Всем пеппер ревет. И тогда началась катастрофа. Хазелин и Ким Сэджин объявили об экспорте зелии алхимика гоблина за границей. Как и ожидалось от темного эльфа, который никогда не выходил на сцену перед столь многими людьми, речь Хазелин была полна заикания и постоянно сходила с темы. Но, поскольку это считалось нормальным, алхимики просто приняли презентацию без особых проблем. Твой новый автомобиль действительно приятный и удобный. Хазелин. После благополучного обсуждения ее выхода из семинара, они в настоящее время возвращались домой в новой машине Сэджина. Хазелин трогала всю машину и восхищалась ею. Ты так считаешь, Сэджин? Да. Ты сделал хороший выбор. Разве эта модель не от известного бренда, Хазелин? Он улыбнулся, ничего не сказав. Мало того, что бренд был очень знаменит, эта конкретная модель имела такой низкий объем производства, что было очень сложно купить, но он не чувствовал необходимости говорить об этом вслух. Рыцарь Джин Сэхан поднялся до низкого среднего уровня. Когда любопытные пальцы Хазелин коснулись стерео, новости о Джин Сэхане просочились, в результате чего Ким Сэджин быстро отключил его. Мы слышим много новостей об этом парне, Хазелин. Похожий на это. Кстати, есть кое-что, что вызывает у меня интерес всякий раз, когда я с мисс Хазелин, Сэджин. Он взглянул на идеальный профиль ее лица и тщательно изменил тему. Ммм, что это, Хазелин? Ах, дело в том. Но господин Ким Сэджин, ты действительно в состоянии любоваться другими женщинами? Я думала, ты теперь ничем не отличаешься от женатого мужчины, Хазелин. Хазелин ответила, улыбаясь. Таким образом, Сэджин выпустил поддельный кашель и сосредоточился на вождении вместо этого. С другой стороны, вопрос о том, что он живет вместе с Юсэджином, был широко известен каждому члену гильдии. Согласно показаниям Ихерина, Юсэджин сама проболталась. Ха-ха, я просто пошутила. Это шутка. Ну, в любом случае. Я довольно близка с Сэджином, так что, я думаю, все в порядке. Что ты хочешь узнать, ты можешь спрашивать меня о чем угодно. В конце концов, Сэджин, мой благодетели все, Хазелин. На этих словах Сэджин снова взглянул на нее. Ну, мисс Хазелин, ты темный эльф, да, Сэджин? Да, правильно, Хазелин. Но, Сэджин, ах, Хазелин. Прежде чем он успел сказать, что у него на уме, она начала медленно кивать головой, как будто она это поняла. Моя кожа. Тебе это интересно, да, Хазелин? Да. Существовало три типа эльфов. Обычные эльфы, высшие эльфы и темные эльфы. Обычные эльфы – это прекрасные существа, которые известны в средствах массовой информации тем, что они обладают безупречной молочной кожей, великолепными чертами лица, а также гладкими и эластичными конечностями. Далее были высшие эльфы. Также иногда называемые благородные эльфы, они обладали богатыми и чистыми родословными и вызывали восхищение и уважение у других эльфов. Наконец, темные эльфы. Мало того, что они предпочитали более темные места, их тон кожи был темнее других эльфов, поэтому их называли темными эльфами. Им-им-им-им. Хазелин. Увидев нахмуренные брови Хазелин, как будто этот вопрос очень беспокоил ее, Сэджин в итоге сглотнул слюну. Может быть, это из-за любопытства, слова тебе не нужно говорить, если это слишком хлопотно кружили вокруг его рта, прежде чем полностью исчезнули. Хочешь узнать, Хазелин? О, это, ну. Сэджин. Он умышленно замялся. Хазелин глубоко уставилась на него, прежде чем на ее губах вспыхнула легкая улыбка, поскольку гоблин-алхимик говорит, что ему любопытно. На самом деле все действительно просто. Видишь ли, я приготовила определенное зелье. Хазелин. Прости, Сэджин. Знаешь, зелье, 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 которое отбеливает кожу. Я чуть не умерла после того, как выпил эту штуку, но все-таки кожа стала бледной. Хазелин. Ее слова были трудно понять, но, с другой стороны, он мог принять часть ее объяснений. В конце концов, она не спрашивала его слишком много и верила ему, когда он извергал эту ерунду о том, чтобы придумать зелье, чтобы стать выше и все такое. Но почему ты создала такое зелье? Конечно, мисс Хазелин была бы очень красива с темным тоном кожи. Сэджин. Мистер Ким Сэджин, ты сегодня очень любопытен. Хазелин. Сэджин попытался узнать еще немного, но Хазелин с улыбкой отрезала его. Он перестал спрашивать об этом, обнаружив четкое предупреждение в тоне ее голоса. Затем тема разговора вернулась к их повседневной жизни. Переехали ли он и Юсэджин в дом? Нет, не переехали. Сколько они зарабатывали, это был секрет. Когда они продолжили беседу, они вскоре приехали к дому Хазелин. Внутренне восхваляя свои возможности, которые соответствовали его цене в миллион долларов, Сэджин припарковал автомобиль. Береги себя, Сэджин. Я буду. Еще раз спасибо за помощь. Ах, да. Ты все еще помнишь, что мы встречаемся снова через две недели? Да. Нам нужно вести переговоры с зарубежным контактом, предложенным тобой. Похоже, нам придется лететь в США. Хазелин. А, при этом неожиданном откровении Сэджин побледнел, наклонив голову. В чем дело, Хазелин? Ты имеешь в виду, я, мне нужно лететь там в самолете? Конечно. В ходе переговоров должен присутствовать полномочный представитель, назначенный алхимиком. Я думала, что уже говорила тебе об этом, Хазелин. Но затем, наблюдая, как Сэджин впал в панику, на губах Хазелин расцвела улыбка. Ну, это не должно быть проблемой, да? Да, мистер Сэджин тоже может позволить себе много времени. Думаю, трех дней и двух ночей будет более чем достаточно. Хазелин. Но ты знаешь о моем. Сэджин. Да, я помню. Но я знаю секреты мистера Сэджина, так что все в порядке. Я позвоню и скажу Сэджину после того, как завтра закончу работу. Хазелин. Так. Ю Сэджин сердито хлопнул ложкой по столу. На ее лице появилось много эмоций. Гнев, смятение, страх, беспокойство и т.д. Но ты думаешь, что это даже имеет смысл. Ю Сэджин. Ее голос был таким же холодным, как вечная мерзлота. Но это работа. Сэджин. Даже тогда. Нет, подожди. Если это так, тогда я поеду с тобой. Ю Сэджин. Я бы хотел, чтобы это было возможно, но прямо сейчас ты получила свои мобилизационные приказы, не так ли? Ю Сэджин. Не только рыцарский орден Рассвет, но и все остальные, кроме Эдема, получили мобилизационные приказы из-за продолжающихся инцидентов с монстрами. Не только им было поручено уничтожить монстров, но они должны были выходить на патруль, и в настоящее время рыцари не могли даже спать больше трех часов в день. Ах, ах. Но почему? Должен ли об поехать? Неужели для унии проблема отправиться одной? Ю Сэджин. Вот насколько важна эта сделка. Кроме того, меня будут сопровождать мистер Сун Хо и еще несколько наемников, поэтому тебе не нужно беспокоиться. Сэджин. Черт возьми. Ю Сэджин. Подумать только, сын Ким Ю Сона, Ким Сун Хо тоже едет. Она сильно надулась, грубо ерзая бедной ложкой. Она хотела много чего сказать. Действительно много. Но она не могла озвучить что-либо, опасаясь, что она покажется как недалекая женщина. Хо им. Сэджин. Сэджин тихо взглянул на нее, прежде чем протянуть руку и плавно взять ее за руку. Я скоро вернусь. На самом деле, я буду торопиться. Так как я буду скучать по тебе слишком сильно, ты же знаешь. Сэджин. Он говорил гладким баритоном, а на его губах была нежная улыбка. Ю Сэджин встретила его глаза, а затем издала длинный вздох. Это был факт, что человек, который любил больше, будет больше беспокоиться. И она уже решила все равно пройти через это. Ты будешь звонить каждый день? Ю Сэджин. Конечно. Всегда с ловкими ответами. Интересно, появится ли какой-нибудь летающий монстр? Ю Сэджин. Поздний вечер за день до отъезда Сэджин. Он должен был пробраться к офисам компании наемников после того, как Ким Ю Сон срочно вызвал его. И прежде чем Сэджин мог произнести слова, вызывающие беспокойство по поводу бледного лица ветерана Мерсернари, Ким Ю Сон поспешно объяснил причину этой незапланированной встречи. У меня был еще один сон, сэр. Однако об этом я считаю, что нам нужно срочно предупредить мир. Ким Ю Сон. Извините, Сэджин. Будущий мир, который я видел во сне, не был подготовлен вообще, сэр. Это ничем не отличалось от живого ада. Вот почему нам нужно повысить бдительность мира как минимум. Ким Ю Сон. Сэджин слегка взволновался от вида Ким Ю Сона, который, казалось, был намного более срочным по сравнению с тем, когда они разговаривали по магическому коммуникационному кристаллу. Ах, это. Есть много вопросов, которые я хотел бы задать, но во-первых, поверит ли кто-нибудь, даже если это мы говорим, сэджин. Это был разумный вопрос. Когда кто-то пытался предсказать появление огромного события, существовала опасность быть заклейменным как сумасшедший человек, страдающий от иллюзий, или вместо этого считаться теоретиком заговора. Даже если бы кто-то использовал оправдание черты, результат может закончиться тем же. Конечно, никто не будет серьезно слушать ни меня, ни вас, учителя гильдии. Однако разве у нас нет определенного козыря, который может заставить всех в Южной Корее довериться нашим словам? Ким Ю Сон, даже Ким Сэджин сразу понял, наемник Ликан, мы должны отправить письмо с подписью.